я перед тем как общаться с вами постарался посмотреть что в мире говорят про этот год посмотрел ролики и несколько других новостных агентств конечно так что кажется в америке большими событиями всегда совпадает с тем как это видится у нас но мое главное открытие это было то как а много мы уже успели забыть за это время вот сейчас в конце года боже и это же было и и и и вот сколько сколько случилось всего это первое второе что все-таки на пресса и наше внимание фокусируется на негативных событиях на самых на на плохом легко найти там 20 самых ужасных событий 2020 года и 10 безумных событий этого года и голосование проводят когда речь идет о том что же хорошего случилось в этом году цивилизации здесь все значительно скромнее поэтому мне было бы интересно начать может быть вдруг у вас есть что-то хорошее в этом году что произошло в мире и может быть в нашей стране на чем бы вы хотели остановиться я тогда начну это будет с личных наблюдений и вот этой тройки что произошло лично в моей жизни это также связано с жизнью вокруг меня то что позитивно оно не ограничивается этим годом я вчера прогуливался по крещатику спустился с мариинского парка на крещатик мимо сумма и увидел там очень красивое оформление витрин и в одной из витрин там такие собачки механические кивают там где-то ослики и сидит какая-то леди в такой шапке и в свитере на свитере написано философия и я подумал вот раскручивая эту логику да что вот в витрине сидит девушка на свитере написано философии не какой-то бренд не какой-то фильм голливудский что-то подобное я подумал пожалуй это самое позитивное для меня как для философа то что происходит в мире последние несколько лет а именно повышение интереса к знаниям к образованию и что особенно приятно к философии и как ни странно я сам учусь очень много но не странно что я учусь а странно что учась и в поисках хороших материалов в ютьюбе в на каких-то социальных сетях очень трудно найти хорошие курсы хорошие лекции в большом количестве за последние два года я многое уже пересмотрел я ищу какие-то личности которых хотелось бы открыть какие-то курсы какие-то темы поэтому вот о хорошем мне кажется что несмотря на те изменения которые сейчас мы будем обсуждать определенное количество зрелых образованных людей интересуются знаниями идеями культурой истории философии мне кажется это самый главный такой позитивный для меня результат но если говорить о втором моменте это то что сделано может быть это кажется деталью может это незначительно но в этом году мы создали ряд курсов интересных и что самое интересное мы начали процесс обсуждения главных книг человечества и на отиум академии на других площадках и у меня год был под знаком великих книг мастера маргарита исповедь августина фауст гетте вот нас в январе в одиуме ждет северин буэций и жить внутри этих книг переживать все эти вещи в оригинале в комментариях это необычайное удовольствие как бы в такой второй момент и третий момент нельзя думаю не могу сказать позитивный или негативный это конечно общение больше в онлайн это все вы чувствуете я до сих пор наверное под елочкой в последний день буду рефлексировать медитировать что же изменило это во мне потому что в основном я вижу людей в квадратиках очень редко их встречают но были месяцы когда я в оффлайне был чаще январь февраль летом немного университет все сентябрь октябрь еще занимались мы в живьем но в основном это был опыт общения через онлайн в этом конечно были плюсы и минусы скажу банальность плюсы в том что я общаюсь с людьми со всего мира онлайн это позволяет даже наши курсы на отеуме показывают что люди из разных стран это очень хорошо минус это то что мы должны преодолевать эти расстояния электроны и в этом в этом смысле мне кажется что все таки живое общение нельзя удалить нельзя его отодвинуть на задний план я думаю что должно быть в меру 50 на 50 все-таки живое общение дает больше присутствие людей здесь и теперь лучше позволяет им что-то понять друг о друге или о той теме которую мы обсуждаем а вот я бы так как вы в евгении свои личные заветная тройка чтобы вы отметили это расскажу об этом но перед этим обещанная статистика я думаю может быть вы не сравнивали свои youtube годы да так вот я вам скажу что потрясающе у вас в 20 раз больше в этот раз вышло философских размышлений которые вы лично записывать то есть в этом году 40 против 2 19 29 дебатов то есть этот год у вас был дебатный 29 против 7 так ну и в целом чтобы не вдаваться во все подробности почти в два раза больше роликов youtube так что у вас этот год очень плодотворный вышел интересно потом будет ваше впечатление совпадает с этим или нет но видимо вот это наша общая закрытость и переход в онлайн он способствовал стимулировал записи роликов про проект наш и про себя лично нам удалось мне кажется быстро сориентироваться и перейти в зум формат смешанный формат это необыкновенно расширила аудиторию говорим о позитиве вначале наши сейчас слушатели слушатели курсов слушатели лекций со всего мира участвует совершенно свободно от соединенных штатов до вам даже до азии до азиатских стран европа европейские страны находим такое время когда по часам удобно и собираются такие солидарные очень группы приятно смотреть приятно следить за тем как люди размышляют находясь совсем разных контекстах это из того что вот в проекте в нашем было здорово я вы знаете конечно же что нам удалось записать курс который должен выйти в январе я надеюсь курса политики и здесь если переходить о моих личных открытиях и трансформациях двадцатого года то я нашел интересную формулировку у михаила минакова о том что сейчас во многих виртуальных пространствах создаются такие города убежища новые такие пространства которых аккумулируется жизнь тех интеллектуальная которым не все равно то что происходит вокруг которые возвращаются к истокам читают философские книги учатся размышлять и я вижу что наш проект потихонечку становится таким пространством и это очень здорово наблюдать как это все происходит из моих встреч я встретился заново с русской литературой для меня в этом году стыдно наверное так говорить в моем возрасте но я в общем то встретился только сейчас с федором достоевским очень с ним подружился и видимо это уже надолго так что чтение великих книг видимо не закончится никогда как у вас с русской литературой кстати может каждый свет вопрос задать очень да я просто назвал главное событие но каждый год и перечитываю определенные романы я очень много читаю сопутствующие литературе и поэзии материалов воспоминания мемуары переписка многие вещи я перечитываю очень часто ну например связи с фаустом я перечитывал переписку фрейденберг ольги с борисом пастернаком или там не знаю в который раз заметки наймана об они ахматовой но конечно какие-то романы регулярно прочитываю а поэзии меня сопровождают чуть ли не каждый день это тоже часть таких медитаций интеллектуальных духовных и в течение года ряд поэтов по каким-то фрагментом я к ним постоянно возвращаюсь я бы добавил сюда еще и поэзию поэзия русская поэзия немецкая часть поэзии на других языках например на итальянском на польском но это то что меня внутри наполняет безусловно и вот мы с владимиром соловьевым писали курс одиссеи и тоже для себя открыли историю в ее длинной перспективе для нас это тоже было важно я бы добавил здесь мы так вот сейчас закончим лично перейдем к мировым и украинским и других стран событиям но я еще раз понял что нужно обучаться преподавая вот этот случай когда мы готовим какую-то тему неолит например месопотамия древний египет сейчас мы остановились на древней греции следующий будет александр македонский мы читаем самую новую литературу планируем накануне как это подать как связать эту историю и это самое важное потому что именно связи это и есть наше образование я вчера купил книгу одного американского историка военного вторая мировая в одном томе у меня очень много книг о второй мировой и там в рецензиях а инф выпустила книгу второе издание двадцатый год вторая мировая хэстингс вообще гастингс если переводить да вот есть такой город где англичане потерпели поражение от войск вильгельма завоевателя так вот в качестве рецензии что мне понравилось я понял родственную душу рецензента что благодарят что автор на фоне такого количества фактов вторая мировая такого количества фактов и событий выстроил лаконичную историю то есть выстраивание истории отбор фактов сегодня мы будем заниматься с двадцатым годом этими вещами как выбрать факты и связать их между собой это и есть прирост образования понимания мы продвигаемся вперед когда выбираем связываем пытаемся разобраться во всем этом я еще раз это убедился и мне было приятно смотреть как как владимир фактически идет первопроходцем как ледоход ломает лед терра инкогнито да и шаг за шагом создает блестящие презентации связи поэтому я думаю что нам всем нужно пробовать я советую вам делать это в группах с друзьями по каким-то темам английской литературе средневековой по шекспиру по истории двадцатого века по каким-то интересным вещам это то что остается в память это сказать тоже что курс ваш получился замечательным одно из приятных открытий прошлого этого года еще ваш курс владимиром соловьем я лично прослушивал с огромным удовольствием и искренне желаю всем посмотреть послушать этот курс он важен и канале да у меня на канале на связи с этим хочется очень юмористическая история факт потому что нас иногда поражают абстракции а иногда точный факт и мне недавно высылала книги поздравляла одна католическая сестра западной украины и вы евгений говорили когда мы встречали втроем как-то в кафе киева с владимиром втроем у вас опыт совпал вы слушали одну из наших лекций убирая листья во дворе она неся монашеское послушание то послушание извините тоже убирала во дворе заметала и слушала лекции и для меня это потрясающее совпадение формулы правила святого бенедикта а это еще первый монашеский орден запада который соединяет работу и медитации под словом и медитацион из появилась впервые на западе по латыни вот этом уставе святого бенедикта когда он считал что человеку важно объединять две вещи работу телесную физическую хотя бы чуть-чуть да и духовную и можно убирая двор или там заметая листья постигать тайны истории или философии ворум и лаборум как я златыню не очень что-то такое было ора и лабора это это молиться и работать на уставе бенедикта это то что связано с ручным трудом что нужно работать и посвящать время медитации а если перейти к двадцатому году то самый большой соблазн это сказать глядя на события двадцатого года поддаться этому соблазну очень легко сказать что мир сошел с ума что происходит невозможно ни в какую историю никакой нарратив не укладывается это какое-то полное безумие но скорее всего я так хочу предложить свою реакцию на такую реакцию что это все таки просто о от сложности происходящих событий как вы думаете вот те потрясающие совершенно не вписывающиеся в какое-то быстрое объяснение события признак того что все стало сложнее и не нужно усложнять и идет распад и деградация и мы просто должны принять это как факт я попытаюсь ответить сегодня буду стараться быть лаконичным с этой минуты насколько мне позволит моя подготовка я буду вначале говорить о фактах там три и три а потом протягивать от фактов линии потому что это уже будет оценка а то что вы спрашиваете да то есть есть факт есть оценка если говорить о фактах которые меня больше всего потрясли ну конечно первое это к вид пандемия об этом мы долго говорить не будем но сразу интерпретация проблема в том как это возникало я сейчас читаю очень многие журналы один из последних которые я просматривал это итоговый за экономист здесь как раз первая страничка главное событие года и краткие комментарии потом много статей толще обычного номера так вот если проследить а то то как это начиналось как это разворачивалось и в каком пункте мы сегодня мы и видим что на уровне факта что-то произошло но мы абсолютно не представляем во-первых истоки во вторых мы не представляем последствий и всего что затронуло это событие и третий момент мы совершенно не представляем еще двадцать первый год потому что я читаю очень много информации сумбурной иногда просто лживой иногда пропагандистской иногда бравурно оптимистической буквально вчера я читал материал bbc согласно которому комиссия целая американская европейская пыталась поехать в чтобы заняться прояснением вопроса о происхождении вируса то есть это происхождение лабораторной или естественной как вы помните в самом начале было очень много спекуляции многие говорили так ну вы что все идиоты у не образован естественно это естественное происхождение а другие вот там гуляют это лабораторно это очевидно всем кто занимается биологии там кто вирусолог и так далее мы до сих пор не знаем поэтому получается мой первый такой вход с одной стороны есть факт о котором все говорят триста шестьдесят пять дней который потряс мир но который мы оценить не в состоянии и в свете этого факта меняется все вокруг первое это заявление и за иконами с и многих политиков например штан майра что это самая большая глобальная катастрофа после 45 не катастрофа а глобальное событие такого масштаба после 45 года то есть мы свидетели глобального события меняющего на наших глазах отношения взгляда на политику культуру медицину науку то есть масштабность и второй момент он тянет за собой очень много важных понятий для меня как для философа это понятия свобода безопасность справедливость и здесь этот факт обнажает слабости глобального мира вот в этих понятиях безопасность побеждает свободу мы легко от нее отказываемся и очень сильно страдает справедливость потому что именно такие события показывают что мы живем в несправедливом мире в мире разных возможностей и такие глобальные события естественно по силам преодолеть тем центром власти и науки которые не находятся к сожалению таких территориях как украина мы здесь чувствуем нашу ущербность мы чувствуем насколько важна наука сегодня насколько важны знания человеческие я это потом поговорю о тройке украины но вот для меня первое это абсолютная неопределенность непонятность и такая манипулятивная среда в которую мы окунулись второе важное событие безусловно это соединенные штаты причем не только выборы соединенных штатов и все что было вокруг потому что я много я смотрел естественно дебаты первые вторые я сам читал литературу смотрел ролики и cnn читал нью-йорк-таймс смотрел fox news меня поразила опять вот истерия и совершенно непрозрачность того что происходит это будет один из главных литмотивов моего сегодняшнего также этого краткого экскурса потому что мы увидели то в чем обвиняли такие страны как украину беларусь россию какие-то страны регионов южной америки а именно то что нет консолидации вообще никого не интересует истина никого не интересует фактичность и фактически два больших лагеря раскалываются в этих манипуляциях взаимных обвинениях мы не знаем что происходит и в связи с этим опять второй факт это америка колоссальная атака на президента который должен уйти в следующем году потому что в самом начале года ему едва удалось отбиться от импичмента и уже в ходе предвыборной кампании сейчас там октябрь начало ноября еще до этого опять эта волна которую создают масс-медиа социальные сети и и третье событие как ни странно которое хотел бы отметить это скорее даже не события а целая цепь событий которых миллиарды это то что мы не показал двадцатый год живем в мире абсолютных манипуляций у нас нет абсолютного доступа к реальности поскольку для нас реальность это в первую очередь то что сообщают нам сми социальные сети то что мы можем прочитать увидеть а с этим в двадцатом году стало еще хуже потому что оказалось что реальность можно создавать очень легко и какие-то значимые события вот мы с евгением сегодня обсуждаем а позитивно но где нам найти эти позитивные события кто их отбирает это очень сложно и вот этот мир манипуляции и ложных картин меня больше всего пугает я в качестве примера могу привести два вот этого третье моего беспокойство факт беспокойства события беспокойства мы все дальше окунаемся в пропагандистскую квази реальность это связано с двумя событиями вот смотрите покушение на извините такой пример сказать может быть для вас не очень важный покушение на навального это событие обсуждает мировая пресса до сих пор брит европейская американская естественно украинская выступала 2 сентября меркель выступают все ведущие европейские американские политики по этому поводу это ужасно да это ужасно когда государство идет на такие шаги это откровенно ужасно но параллельно с этим в двадцатом году было убито на территориях своих стран или смежных стран ряд политиков и ученых первого звена наиболее потрясший меня факт потому что я сам ученый это убийство мусхена фахризаде это физик это иранский физик был он убит в ноябре в конце ноября этого года и это событие опять где есть факт есть оценка и как факт может обрастать реальностью скажем виртуально этот факт просто скупо отмечали что вот был убит вот при таких обстоятельствах но мейнстримные сми подобные события не возводят в ранг глобального масштаба о них не говорят каждый день о них не говорят в основных новостных площадках мировых это как бы случилось причем случилось совершенно недавно и ушло на задний план я уже не говорю я могу вам называть еще имена начиная с января там например ну чтобы не быть голословным убийство косема сулемана это генерал это вообще начало января то есть год начался убийствами и закапись в первом случае это было убийство одной стороны с одной стороны другой с другой там обвиняют израиль некоторые сми да а в том это было сша и вот в этой ситуации мы видим как факт может приобретать масштабы в зависимости от того как его подавать и какие цен какими оценками его насыщать вот меня это волнует понимаете убийство например ученых убийство людей убийство политиков и покушение на убийство это это зло я хочу подчеркнуть потому что некоторые из вас могут понять что я занимаю какую-то позицию про какую-то там или против какой-то нет я смотрю как объективный наблюдатель если мы и будем и дальше идти этим путем то мы будем отбирать какие-то события значимые и будем считать что жизнь этого человека важно а этого нет и что это можно делать а это вот делать но никак нельзя зависимости от того кто это делает в каком контексте если объявят этот контекст хорошим прогрессивным это можно а если это делается злой какой-то системой и об этом нужно говорить каждый день если убийство проводят силы добра то это надо понятно нужно нужно понять а есть на сказать ну да произошло убийство ну что случилось так да а второй пример я тут завершаю с мировыми событиями кратко возможно вы мне будете задавать вопросы потому что для меня их где-то 20 25 значимых но мы договорились на 3 чтобы лаконично было второй случай показывающий эту манипуляцию это опять же импичмент трампа публикация его разговоров зеленским послужило обвинением в государственной измене ну одно из главных поводов и естественно это все раскручивалось что он давил на украину что он обменивал там то на то и так далее но параллельно с этим и тут я перехожу к украинским событиям у нас были пленки дыркача и мы видели и слышали слышали потому что были аудиопленки также что-то похожее только в гораздо большем масштабе когда второй человек в американской системе политической прямо указывал что делать на каких политиков обратить внимание каких политиков не трогать и это не было волной соединенных штатах кстати и трамп тоже об этом говорил что почему не обращают на это внимание этого пьющие факты но его не замечают о пленках поговорили вот эти все вещи проговорили но не не стали резонансными как разговор трампа и зеленского это для меня второй пример когда более вопиющий диктат скажем или ну не знаю жесткая до жесткая диктовка одной стороны другой по поводу там верхушки политической и так далее судебный не вызывает такого ажиотажа как вот этот разговор который в принципе был не очень уж таким супер ярким это говорит о том что опять какие факты мы наполняем значимостью и можем даже подвергать вот такие вещи как импичмент фактически если не ошибаюсь но это после клинтона наверно двадцатом веке наверное второй такой случай американисты пусть меня поправят я всегда боюсь это может быть второй случай двадцатом веке всего то вот это три события которые я отметил бы не только потому что их все знают но в первую очередь обнаружить те контексты и причина следственной связи которые не породили эти беспокойства которые меня вызвали может быть вы евгений о мировых событиях сказать вот я полностью разделяю то что вы сказали хотел бы перефразировать а вы поправьте меня если мое понимание не от самое корректное получается что несмотря на все всю мощь средства массовой информации социальных медиа то есть мы получили парадоксальную ситуацию которая уже давно отмечается когда мы до сих пор не знаем ничего определенно по поводу важнейших событий года этого становится а выбором во что мы верим мы верим что вирус находит произошел естественным путем или мы верим что лабораторным мы можем найти набор оснований каких-то для той или другой точки зрения может быть они будут равно звучать убедительно мы либо верим что выборы были в США произведены без манипуляции подтасовок либо мы верим что это было грандиозная обман и в том и в другом случае можно найти массу на разного рода аргументов фактов не нет ясности как дело нашей веры или дело нашей дисциплины нашего критического мышления это первое а второе то что вы сказали что это было всегда но сейчас особенно ярко события становятся значимыми только в том что те события становятся значимые которые избирательно поддерживаются ведущими средствами массовой информации и если мы хотим определить значимость события нам нужно опять таки делать шаг назад и пытаться самостоятельно давать какие-то оценки и задавать вопросы себе и близким а почему в этом случае это произошло так почему иначе и вы как раз обратили внимание и дали примеры таких таких вот равнозначных с позиции этики преступлений которые по-разному освещается и по-разному наполняется вот этим вот всем шумом скажем так или значимостью повторюсь я правильно ли я вас услышал или что-то может быть не совсем бедно правильно я бы даже еще добавил в связи с тем вы рассуждали и я понял что это важно подчеркнуть что в событиях которые произойдут двадцать первом году в тридцать первом году то есть ближайшее десятилетие в этих событиях решающим будет не факты не истина не устанавливаемые какие-то данности а очень мощные процедуры оправдания или обвинения которые создаются иногда мотивировано с определенной целью какими-то силовыми структурами это могут быть лидеры стран это могут быть сми и все зависит от того оправдают или не оправдают эти силы те или иные события и тогда одно может быть объявлено революцией другой бунтом безответственным радикалов да а это будут какие-то там за свободу еще за что то вещи двадцатом году кстати таких событий произошло достаточно много я них не говорил от европы до соединенных штатов от индии до южной африки мы постоянно видим что мы же не можем разбираться что происходит например в киргизии просто толпа ввалилась парламент и все изменило до сих пор не знаю что произошло какие-то выборы там проходили до потом раз все поменялось и полностью картина у нас от киргизии до белоруссии на горных карабах это то что все нас окружает события во франции события в германии события bblm сша вот эти события мы граждане наблюдатели и участники 21 века не можем принять и оценить без этих мощных систем назовем это научным языком легитимации эти системы легитимации или оправдание создаются искусственно в неморальных в не в об истинностных критериях а в вопросах целесообразности вот что меня пугает больше всего мы идем в направлении целесообразной политики которые не останавливаются перед ложью манипуляциями подтасовками где главное это вот эти центры влияния и несмотря на обилие новостных площадок вам скажем у вас же есть выбор у нас все так много мы еще меньше знаем понимаете несмотря на обилие этого многие смеялись среднего интеллигента советского 70-х годов конца 60-х что он там мог знать и так далее но я вот сейчас смотрю человек проживший там полвека вижу что информированность понижается один из таких парадоксов с увеличением количества потока новостей понижается информированность это уже вопрос там философский когнитивистский но в данном случае я бы так усилил ваш тезис я хотел бы еще кое-что добавить нечто практическое чем мне приходится сталкиваться в жизни возможно и вам тоже не осмысливая эти процессы так как осмысливаете вы люди присоединяются какой-то легитимизированной точки зрения принимают ее как свою и отстаивают яростно яростно до столько что враждебно постам по даже по если попробовать задать вопрос знаете как попытка усомниться мне в непреложной истине хотя это всего лишь может быть пример вот такой легитимации какого-то либо оценочного суждения и здесь бы мне хотелось обратиться к тем кто нас слышать чтобы не торопиться включать эмоции если вы слышите что-то что не совпадает с мейнстримом иногда имеет смысл прислушаться и подвергнуть анализу сомнению точку зрения которой вы присоединились поддерживаете ли у меня в этом да это это очень важно я думаю в диалоге с нашими сегодняшними гостями друзьями мы это обсудим но это чрезвычайно важно безусловно надо спросить а почему у тебя раздражение возникает почему несогласие и кто этот человек который высказывает точку зрения которая тебе неприятно вот передо мной зрелый человек образованный он не думает так как я повторяю часто эту формулу первая реакция спроси себя почему он так думает не то что он какой-то бот кому-то служит а почему этот зрелый образованный человек так думаю не так как я а по поводу того что многие отстаивают заранее как бы на партиях ту или иную позицию ли выбор то это также механизмы конца двадцатого века вот эти ценностные начинки создаются в группах людей массовом человеке они создаются очень простыми механизмами которые нас даже удивляют потому что иногда на повестке дня но очень элементарная вещь элементарно ложные но людей это захватывает потому что когнитивизм когнитивистика обнаружила нашу язвимость и получается что вначале в людей вкладывают какие-то вещи а их вложить очень легко из-за социальных сетей и вот вот этих вещей которые мы наблюдаем а потом эти люди отстаивают то что в них вложили не замечая того что это созданы в них на самом деле назовем это громким словом мировоззрение но я бы сказал мировоззрение скорее какие-то базовые установки ценностные там концепты и нарративы концепты и нарративы говоря простым языком идти уже к украине да мы хотим еще это напоследок затронуть тему перейти к вопросу да что вы считаете для нашей страны в этом году было значимо из тех событий которые приходят на ум или запомнились вам здесь мне говорить сложнее потому что я в контексте кстати по поводу кратко замечу что очень часто мне люди пишут живущие в сша живущие во франции в германии когда я делаю какие-то беседы и перевожу пример они говорят вы не живете в сша откуда вы как вы как можете судить не живя в соединенных штабах а я отвечу им что факт проживания в какой-то стране совершенно не делает наше понимание более сильным потому что я живу в украине но считать что если я живу украине имею преимущество перед немцам которые читают газеты где там очень много аналитических статей в украине а мы же живя здесь совсем другом информационном находимся таком контексте это не мое преимущество я могу сказать что первое первое мое как бы мой опыт двадцатого века это то что украина такие не создала политической партийной системы это еще одна неудача которая показывает что то не в порядке с пониманием того что такое политика в украине вот у нас был курс который мы писали вопрос что такое политик он требует заново переосмысления непонятно не получается партии ситуативные группы ситуативные а это создает культуру разрывов когда договоренности не срабатывают преемственности нет а партии все больше и больше мы видим что развалы партии искусственно созданные в процессе политической жизни девятнадцатого года и двадцатого партии в украине развалились не хочу тем кто не из украины нашим друзьям называть это все потому что возможно им будет скучно но я говорю в общем с партиями не задалось второй момент конечно для меня это было это я уже назвал эти пленки опять их обсуждают это подлинно неподлинно первое при появлении такого материала это утопить и сделать токсичным а вы что всерьез верите что это правда а вы что серьезно верите что был такой разговор а вы всерьез верите что это не скомпин скомпилированные так далее то есть начинаются вот эти вещи чтобы резонансное событие окунуть вот этот вот туман неужели неужели вы так думаете и так далее вот но для меня это было важно не только общение с определенными американскими лидерами но и российским лидером в этих пленках показана двойственность политики и те кто занимается политикой или считает себя гражданином зрелым ответственным был удивлен настолько резкий различия фасада и заднего хода или чернового хода фасад это красивые слова заверения которые обучили всех в университетах последние десятилетия все научились на политологических университетах озвучивать раз прекрасны вот эти вот слова у свадьбу демократии развития прогрессии так далее а мы остаемся политикой в конца девятнадцатого века вот это реально политик цинизм где ценности не важны где главные идеи и смыслы твои не важны они не играют здесь никакой роли и на первый план проступает вот прямо как бы люди на наших глазах преображаются когда человек извините вот у райкина было такое по поводу антониони кто помнит эту репризу когда он говорил на то прекрасно потом слышал из нет ужасно да ужасно то есть он менялся на глазах у публики на 180 градусов полностью вот такое впечатление производят политик и политики которых я говорю вот в этом контексте ну и третий момент это конечно то что меня волнует связи с будущей моей страны те цифры скупые которые я получаю кстати опять туман мы не знаем в каком состоянии страна сколько нас как у нас обстоят дела в тех или иных сферах мы совершенно не знаем нас нет цифр то есть все суждения наших экспертов политологов специалистов разных сверх они вот на какой-то поверхности условных данных условных фактов что них нет но я вижу что мы в плане медицины образования промышленности вообще того что делает нас цивилизованными принципе то что отвечает за наполняет слово цивилизации мы не продвинулись вперед а скорее сделали несколько шагов назад но опять же завершает третий момент то есть моё моя мое ощущение что мы цивилизационно отстаём каждый год мы теряем темпе у нас возникает какая цивилизационная деградация в моей стране в нашей с вами евгений стране я ощущаю цивилизационную деградацию но вместе с тем конечно есть островки совершенно другой украины людей образованных прекрасно знающих языки обучающихся вот эти люди есть их немного но я надеюсь что их будет достаточно когда-то через год два-три чтобы вот эту тенденцию для меня очень и очень нежелательно каким-то образом поменять но для этого нужно очень и очень много чтобы движение вспять цивилизационные обратить в другую сторону хотя бы по чуть-чуть стать продвигаться по этому пути но в том что есть эти люди они интересуются они занимаются образованием они создают свои социальные проекты культурные проекты я могу назвать факт который поразил меня на днях и завершить свою тройку по украине он самый незначительный небольшой но он показывает что у нас ну мы не информированы у меня есть знакомая на фейсбуке ее зовут анна она описывается как она тэнэ когда я выступал на тэддэкс в 16 году она меня гримировала вообще на художниче творческий и недавно на фейсбуке опубликовала на пост радостный что ее обложка книги вошла в 10 лучших обложек мира по версии нью-йорк-таймс но она не одна участвовала в дизайне и обложки книжные там было несколько человек ну это понимаю что она была одним из главных таких вот художников дизайнеров это то есть видите может могут да вот пожалуйста на уровне я думаю таких событий если бы каждый из вас мои друзья или в чате или в разговоре подбрасывал нам я думаю что мы вместе могли бы создать какую-то контр тенденцию этих событий ну вот не знаю считаете ли вы это значимым позитивным событием для меня она позитивно чек живущий здесь в киеве одаренный творчески создает обложку которая признана там действительно я смотрел очень красиво мелочь но из этих мелочей состоит наше продвижение вот так бы я что вы евгений могли бы сказать интересно ваше ощущение я затрудняюсь сказать что-либо про события в нашей стране с вами потому что не хочу стыкатываться в то что недавно очень остро одна из авторов в интернете очень хорошо очень ясно написала о том что мы становимся нытиками и начинаем ныть да и на что там вот это вот сокрушение и жалобы они ничего хорошего не приносят и даже наныть ничего не не удается а просто остается усугубление такое состояние не очень хорошего да я также как и вы стараюсь опираться на что-то хорошее на на радостные встречи с разумными людьми вот из последних как вы помните у нас была просто потрясающая онлайн встреча с алексеем петровичем толочка в все о клубе относительно его книги которые мы дай бог скоро совершенно переиздадим потому что купить ее невозможно радостно что и ваша книга будет переиздана скоро в нашем проекте на на русском языке и станет доступна не только для украинцев а для жителей всего мира вот такие небольшие свершения радует радует когда встречаешь результат творческого труда вот как вы сказали в обложке я хочу сказать о тенденции которая намечилась в этом году а тенденции развития образовательных проектов объединение сотрудничество и это очень рада да то есть мы видим мэра мы об этом году заработали с харьковским образовательным проектом фокус мы доставляли площадку для ученых египтологов из нескольких стран интересная конференция в зум то есть как то вот это сотрудничество потихоньку потихоньку улучшается находят люди пути дорожки друг другу и я думаю что это та позитивная сторона вот это развитие информационных технологий сетей которые мы тоже есть по поводу того что вы сказали о поводу зума и вот онлайновских общений очень интересные думаю всем будет цифры из за экономист как раз вот последний номер где показано настолько сильно выиграли вот эти вот компании например amazon да вот например у без оса 111 миллиардов в марте имея речь идет об его богатствах в декабре сто восемьдесят пять миллиардов потому что через амазон идет очень большие потоки да и все эти компании вот сумма вот социально они поднимаются очень сильно еще очень интересный факт по поводу справедливости богатство десяти самых богатых людей мира увеличилось на пятьдесят семь процентов в этом году поэтому видите двадцатый год мы говорим сложный год тяжелый год и так далее но есть вот определенная группа людей виды деятельности которые в принципе растут да я здесь не говорю это хорошо или плохо безусловно хорошо когда что-то растет увеличивается вот такие факты такие цифры хорошо ну что ж будем потихоньку переходить к вопросам хотел спросить андреа олеговича вот о чем то есть мы живем в мире интерпретации сми ну как я вот так может быть своими словами резюмирую и это есть проблемой но узнать допустим какие-то вещи самостоятельно сложно то есть в квантовую механику и в бога можно поверить а если самому изучать то наверное процентов 95 людей вряд ли захотят или справятся с этим в этом смысле вопрос в этой связи такой а искусственный интеллект который там осчастливит нас каким-то производством бесконечным и решит наши материальные проблемы какие есть проблемы методологические в том чтобы он нам и помог разбираться с фактажом с фактажом происходящих в реальности событий методологические но я имею ввиду если там вопросы к этике и к интерпретации мировоззренческой то есть вот что будем делать можно ли на это надеяться на помощь искусственного интеллекта в решении этой проблемы заангажированности и субъективности сми спасибо это то о чем больше всего пишут современные книги и журналы две вещи это экология изменение климата и вызовы которые это ставит перед политикой культурой наукой и второе это технологий в том числе вопросы которые вы сейчас озвучили искусственный интеллект сейчас не буду говорить опять различать сильную версию слабую версию вы имеете ввиду скорее всего сильную версию кратко это звучит так сознание эта программа принятие решений которое принимается автоматически в автономном режиме программой самой она может обучаться и взвешивать результаты за и против здесь я большой скептик в числе ряда кстати и инженеров и людей которые этим занимаются потому что у меня дома много книг вышедших последние два-три года мне не разделились о возможностях искусственного интеллекта сильная версия которым вы говорите но главная проблема которая возникнет эта проблема гуманитарно дело в том что искусственный интеллект может представить нам оптимальные технические прагматические шаги решение какой-то задачи но оптимальное решение скажем прагматическое этой задачи не означает лучшее для человечества решение и я в этом году несколько таких бесед предлагал для усложнения понимания я при при например предложил кейс чили можно предложить и другие кейсы случаи стран которые нас окружают и украины в том числе смотря что мы будем закладывать в основании оптимального решения если и если брать глобальном масштабе скажем экономическую целесообразность то ряд стран таких как наши они будут только уменьшаться и сжиматься и здесь существует очень много параметров которые искусственный интеллект не в состоянии решить например проблема справедливости проблема распределения благ а проблема даже вот изменение климата проблема отношений между социальными группами связанными с культурой не только с этикой любой вопрос который мы возьмем если мы в отдельной беседе потом это разобрали бы как-то мы увидим что здесь нет решений технических ну например давайте так вот абсурда с последних моих бесед связи с модой на евгенику в конце девятнадцатого до половины двадцатого века и сейчас евгеника под другими именами но собственно воскресает постепенно например мы говорим что значит быть лучше как человек можно ли улучшать человеческую природу представим себе что генетика плюс искусственный интеллект плюс ряд высоколобых инженеров возьмутся решить эту проблему что лучше в человеческой природе и тогда мы можем столкнуться с рядом факторов у меня задавал один вопрос один из участников потом еще раз напомню что связано с этой темой ну например нужными нужны ли человечеству больные люди люди с ограниченными возможностями люди с невысоким уровнем айкью люди с определенными скажем генетическими проблемами что с ними может делать программа искусственного интеллекта если заложить в нее результат оптимизации или улучшения человеческой природы в своей лекции евгеники я указал на тот факт что в ряде штатов соединенных штатов ряде штатов этой страны двадцатых тридцатых под насильственную стерилизацию или сегрегацию подпадали даже эпилептики и люди с подозрением в дегенеративности по внешнему виду френологии то есть образ черепа лица я в этой передаче сказал если исходить из этого то достоевский никогда не женился бы на анне григорьевне и те романы которые читал с упоением в этом году евгений не были бы написан скорее всего но с точки зрения евгеники с точки зрения улучшения человеческой природы достоевскому скорее всего не стоило бы иметь детей как эпилептику потому что очень много опасностей проблем его нужно было бы изолировать и каким-то образом на него воздействовать то есть вот одна одна только один маленький пример вот мы оптимизируем что значит что мы становимся лучше биологически генетически природно сейчас мы хотим уже вмешиваться в человека на самом или на самом глубинном уровне не зная последствий которые это может вызвать и как раз пример с к видом 19 показывает нашу уязвимость и беспомощность последние стилетия мы только и говорили о вот этих всех исследованиях вмешательств и так далее поэтому я бы сказал нет искусственный интеллект это не квази спаситель не квази бог который может нас спасти большинство проблем человечество они гуманитарного характера техника технологии крайне важны но они инструмент в руках мудрого хирурга на уровне скажем хирургии может быть неудачный пример искусственный интеллект как раз может многое дать возможно в будущем хирургические операции возможно без вмешательства человека хирурга безусловно но все таки это техническая проблема а вот хирургия связанная с распределением благ с отношениями в обществе в какой-то группе она показывает сложность и здесь постановка проблемы и решения не линейны все гуманитарные проблемы нельзя посчитать нельзя оптимизировать и здесь задымится любой искусственный интеллект потому что усложняется совершенно система а кратко ответил бы так вместе с теми стоит частью ученых которые скептики искусственный интеллект не позволит нам решить те проблемы которые мы обязаны решать сами вот мой ответ вопрос если коротко сформулировать от дмитрия вы упомянули андрей три важных события но они достаточно хорошо известны и я так уже интерпретирую вопрос что зрители хотят зрители слушатели зрители хотят знать а что еще какие еще следующие три события в списке может быть они не совпадут с мейнстримом которые там известен хорошо может быть это как раз то что по каким-то причинам замолчано сми чтобы вы назвали еще важного спасибо за вопрос я как раз хочу этим заняться в двадцать первом году если мне позволит моя физическая оснастка биологическая я хочу более интенсивно жить в двадцать первом году и устраивать в конце хотя бы каждой недели но может быть конца каждого месяца как раз вот такие итоги недели или месяца о новостях в значимых но которые никто не заметил или очень мало замечали но естественно может быть следующая тройка например например это ситуация с британией и с это тоже что начинала год потому что 31 января де юре дали только год не испытательного срока год на адаптацию и вот только сейчас закрытыми дверями снова видите опять совершенно в ситуации непроясненной проходили переговоры и этот вопрос решен между британией и с но среди вот этого обсуждения всегда выпадает какая-то важная деталь которую мы внимательно читаем например там связи с обнаружением нового штамма возник коллапс на дорогах фуры грузовики транспортный коллапс евгений связан с вопрос транспортом с логистикой представляет что такое и там возникло опасение голода потому что оказалось что остров на 50 процентов только обеспечивает себя продуктами питания вот например вот такая вещь вот британия есть для меня очень важно для меня очень важно отношение польши венгрии с и то что обрушилась на консерваторов польши в двадцатом году это тоже к моим примером того как могут мейнстримные сми подать польские польское правительство и власть совершенно адском каком-то негативном ключе если мы имели например вот такие вспышки по миру blblm то в варшаве и в других городах польши это было движение связанное с вопросом абортов и с вот этими движениями либеральными которые мы наблюдали они были мощными и это расколола польское общество еще сильнее вот я бы отметил этот второй момент в рамках ес венгрия польша и скажем так германия франция и третий момент видите у меня даже пока по регионам есть по три новости третий момент это то что происходило опять вспышки насилия в европе ряд убийств причем жестоких это париж это ницца и это вена плюс ряд осквернений храмов беспорядков и так далее они вспыхивают в европе для в европе для меня очень важна потому что считаю это духовная родина своей периодически на периодически и для меня это также источник беспокойства как для христианина из того что менее заметно я бы сказал как христианин сейчас для меня вот я вчера встречал рождество православные встретить чуть позже чем их обязательно поздравлю это изменение к сожалению то что незаметно это падение авторитета римск римского папы я бы сказал в более широких масштабах давайте обобщим падение вообще морального авторитета в мире в одном из интервью недавно совершенно я об этом говорил мир всегда держался и держится на моральных авторитетах и в ситуации когда истину найти сложно как правильно был задан вопрос изучать если бог или разбираться что-то там в квантовых каких-то вещах отпадут на 90 процентов а 99 99 99 99 то в такой в таком мире всегда было важно что есть люди как камертоны их мнение вот власть говорит так а один человек говорит по другому и например для меня иоанн павел 2 действовал против за часто голосов американского президента премьер-министра британии или естественно коммунистической власти в советском союзе его голос шел против тренда это ощущение силы духовного авторитета и для меня двадцатый год стал еще одним шагом в плане упадка этого голоса или силы этого голоса и позиции папы франциска и вообще позиции моральных духовных авторитетов падает для меня вот это если можно назвать это событием это просто это расщеплено на ряд событий и многие фигуры пытаются делать токсичными связи опять же с польшей очень много попыток и в прессе очернить память например иоанна павлов 2 я уж не говорю о образе бенедикта 16 как только он стал папой вокруг него вообще был черный пиар это постоянно чек значит форме гитлер юганта постоянно человек который там инквизиция нацизм вокруг этого человека которого ведущий у моей европы называли одним из лучших богословов двадцатого века одним из лучших то логов одними самых светлых умов европейских человека открытого человека совершенно ну не знаю тонкого глубокого да вот вокруг этих людей выстраиваются вот эти черные компании пиар и в нашем мире гораздо легче очеренить таких людей чем когда-либо раньше вот если говорить о тех новостях которые я бы отметил падение духовных авторитетов конкретно нападки и на бенедикта 16 она пала 2 но я бы еще конечно приводил примеры православных духовных лидеров и протестантских для меня например смерть ряда протестантских известных проповедников священников было значительно таких как били грэм но это не в этом году случилось ну еще конечно уход поколения наших отцов если говорить о таком экзистенциальной тревоге двадцатого века я постоянно отслеживаю за нашу даже в дневник эти даты мы теряем людей которые ну это поколение наших отцов которые достигли многого в литературе в театральной жизни в кинематографе в политике и когда эти люди уходят ты понимаешь что на смену им не приходят ком гениальные люди не в культуре не в политике и ты чувствуешь эту пустоту зияющие зияющие какие-то вот пробелы которые нечем заполнить и одновременно ты чувствуешь ответственность свою потому что ты заступаешь это место отцов евгений например другие многие из вас мои дорогие зрители мы должны понять что есть когда эти люди уходят ответственность больше падает на нас мы оказываемся старшим поколением более зрелым поколением которое должно уметь идти против трендов которое должно иногда жертвовать ну не знаю не то чтобы репутации репутации сейчас легко ломаются вот этим всеми компаниями но жертвовать чем-то приятным комфортным для себя но если мы этого хотим конечно потому что не все могут на это решиться вот этот список имен которые я себе выписываю потери года да вот он в этом году достаточно велик людей которым я прислушивался которые были камертон вот я бы так ответил спасибо даем слово азамату азамат пожалуйста вы были первыми здравствуйте меня зовут азамат я из города алматы казахстан андрей олегович задать вам вопрос лично это для меня большое событие и отдельно спасибо я бы хотел сказать евгению за его площадку платформу отиум академии очень профессионально сделано как по содержанию так и технически и сейчас я хочу задать вопрос но до вопроса я хочу к нему подойти чтобы мой вопрос имел некий контекст и не показался общим и имел некую связь с теми событиями которые нас сейчас всех сегодня окружают широко известные профессор джордан питерсон автор книги 12 правил жизни противоядие от хаоса которого вы кстати тоже обсуждали в одном из своих видео в одной из лекций для своих студентов канадского университета затрагивает тему айкил эта тема как он говорит неудобно для обсуждения в западном обществе тесты на кью запрещены проводить в америке но несмотря на это многие корпорации проводят такие тесты среди своих сотрудников правда называют они их по-другому также в законах соединенных штатов америки о вооруженных силах прописано что вступить в ряды вооруженных сил сша они могут люди с айки у меньше 83 а это по статистике каждый десятый человек 10 процентов населения также он говорит что соединенные вооруженные силы начали исследования в этой области еще во время первой мировой войны и они находились в авангарде исследований по айкью и наш почему они пришли к такому выводу они утверждают что люди с айкью меньше 83 не способны к обучению на что ли либералы говорят проблема на самом деле не в учениках а в учителях значит вы плохо учите консерваторы говорят эти люди сами плохо учатся и не прилагают стараний и проблема по сути никакой нету все люди равны но джордан питерсон утверждает что а кью это такая данность которая дается нам от рождения и например он говорит о том что высокий уровень выпускников лиги плюща такой высокий уровень у этих выпускников не столько по причине высокого хорошего образования качество образования этих университетов а сколько качество самих абитуриентов которые прошли жесткий отбор при поступлении они уже пришли умными в эти университеты говорит он и он приводит вот такую статистику например человек с айкью от 116 до 130 может быть химиком инженером юристом системным аналитиком от 110 до 115 бухгалтером учителем от 87 до 93 он может быть упаковщиком сборщиком работником общепита он говорит что то есть чем меньше проще работать тем значатые повторяющиеся какие-то действия таких сотрудников легко заменить последние десятилетия промышленной автоматизации последние годы развития искусственного интеллекта сейчас отсекают работы постепенно то есть вот эта шкала по айкью которую уже могут заменить эту систему она постепенно поднимается то есть например если когда-то рабочие станков были заменены то сейчас это удар такой уже пришелся на такие профессии как бухгалтеры офис менеджеры и в ближайшем будущем это водители по его словам очень много консультирующих юристов сейчас в штатах теряют работы потому что образованные люди могут ответы найти на вопросы в интернете это все является следствием оптимизации и прогресса да то есть и другой момент это большое количество специалистов уезжают из менее развитых странах в более развитые страны потому что там присутствуют такие сферы где они могут действительно работать и применить свои умения навыки и к чему мы приходим что все большее количество людей теряют возможность трудиться и обеспечивать свои семьи до либералы на что могут сказать эти люди сами виноваты они плохо учились и получили то что заслужили они ленились я не знаю какие другие причины но вот теперь если действительно все так как утверждает жордан питерсон а он говорит что обладатели высокого айкью вы в этом их заслуга точно такая же как и вина обладатели низкого айкью это генетическая лотерея да то у меня вот теперь я под внимание вопрос философский вопрос должно ли общество которое имеет возможность работать взять на себя ответственность обеспечение вот этих людей которые остались за бортом и более широкий вопрос более развитые страны должны ли оказывать помощь и взять на себя ответственность за менее развитые страны ведь на них трудятся граждане тех стран они привлекли их свое время а тем гражданам их родные страны в свое время дали, возможно, какое-то образование и несли какую-то социальную ответственность перед ними. Вот такие вот два вопроса у меня. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за мат. Очень приятно вас видеть. Здесь как раз хорошо связать... Я в два шага отвечу. Кратко попытаюсь. Хотя это краткий ответ невозможен, потому что это вопросы, которые требуют много аргументов, деталей, цифр, фактажа. Но уж извините за краткость. Первое. Этот вопрос нельзя решить в контексте искусственного интеллекта, программы. Вот если бы вы, Азамат, пришли к инженерам какой-то силиконовой долины, и у них там уже это чудо сделано, вот эта громадная программа решения всех проблем человечества, и вопросы ваши даете этим инженерам. А они вводят это в программу. Что бы мы там получили? Дело в том, что тут очень разные критерии подходов. Мы живем в мире, я в этом году очень много на эту тему говорил, определенного мировоззрения, которое называют неолиберальным, праволиберальным. Согласно этому мировоззрению, в мире есть богатые и бедные, и богатство – это результат успеха, трудолюбия, прилежания и активности. Соответственно, те, кто богат, заслужили свои богатства. Мне нравится этот тезис, но он соседствует с другим тезисом. А те, кто беден, если бы я спросил, они не решаются закончить фразу, а вот те, кто бедны, заслужили свою бедность. В принципе, правые либералы отвечают, а либертарианцы еще более жестко – да, заслужили. Они не были столь прилежны, они мало работали, они не были столь активны. С этой точки зрения тогда ответ на ваш вопрос очевиден. Тогда богатые страны безусловно не помогают бедным странам. Я живу, к сожалению, в бедной стране. Я не знаю, как вы оцениваете Казахстан. Ну, скажем, тоже не богатая ведь страна, она нуждается в помощи. Возникает другой вопрос, а характер помощи, в чем он состоит? Если мы можем помогать человеку, чтобы он еле-еле-еле существовал каким-то образом, чтобы свою совесть немного успокоить. Вот он что-то элементарное имеет, он получает какой-то минимум. Достаточно этого или нет? Вот тогда возникает вопрос, что это за минимум? И тогда то, что искусственный интеллект не решит, это минимум достойного существования. И вот этот уровень достойного существования трудно определить в терминах калькуляции, в терминах моделей математических, связанных собственно с либеральными проектами. Это касается и отношения в обществе богатых и бедных, и в отношениях между государствами. Это мой первый ответ. Искусственный интеллект перегорел бы сразу, потому что смотря, какие критерии мы закладываем. По поводу IQ. Сейчас мы переживаем, те, кто христиане, такой евангельский период. Мне интересно IQ бедной женщины, которая дала свою последнюю лепту, бросила жертвами в копилку для денег. Христос сказал, что эта женщина каким-то образом отметил особо. А ведь богатые люди бросали деньги побольше. Но он сказал, что именно эта женщина и ее дар наиболее важен. Если бы я подходил к ответу по-другому, IQ это миллиард долларов или лепта, IQ это дар. Мы обладаем различными IQ, как люди в храме обладали различными капиталами. Но для меня не факт, что те, кто богаче, у которых выше IQ, могут дать больше вклад иногда в дело общества, общественной солидарности. Ведь мы нуждаемся не только в супер интеллектуалах, а мы нуждаемся в людях, которые сочувствуют, которые любят, которые преданы, которые тонко чувствуют. Не только люди, это и животных касается. IQ котов еще никто не замеряет на рынке кошачьим или IQ собак. Но в принципе это наш живой мир, плюс еще леса, наши реки и так далее. Мир сложнее, чем измерение по IQ. И мне кажется, что общество солидарно не тогда, когда есть вот такие супермены и люди, которым помогают, а когда мы понимаем, что у всех различные дары. И уровень IQ еще не все определяет. Я думаю, что можно быть негодяем с высоким IQ, можно быть циником, миллиардером с высоким IQ, можно быть кем угодно с этим уровнем IQ. Вот по поводу другого вопроса помощи как долги. Потому что в неолиберальном, особенно в либертарианском дискурсе, извините за маленькое вторжение терминов, особенно у либертарианцев никакого долга нет. Богатому или очень богатому человеку не вменяют в долг помощь бедному. Это его личное решение. Я хочу помочь, я помогаю. Не хочу, не помогаю. Если говорят о долге, начинается обвинение в социализме, начинается обвинение вот этой его черной легенды. Мое личное мнение, мы запутались. В 21 веке эти вопросы нам придется решать. Потому что мир неравномерен. И если существует утечка мозгов или утечка кадров или квалифицированных работников, куда они идут? Естественно, они хотят там, где лучше. Естественно, они, рождаясь, обучаясь здесь, пойдут в лучшие университеты, в лучшие лаборатории, в самые процветающие мегаполисы. Но справедливо ли это? Нужна ли какая-то компенсация странам, из которых эти люди уезжают? Для меня это просто вопрос, и сейчас я не могу давать ответы. Я считаю, что обязательно. я считаю, что это и сделает мир глобально, глобализм 2.0 более справедливым. Ведь все мы участвуем в общем деле. Получается, что, безусловно, из экономического соображения, из соображений развития потенциала всегда Лондон, Нью-Йорк, Берлин, другие центры мировые будут предпочтительнее, чем, например, ваш город, мой город или города других смежных нам, близких нам стран. Но в такой ситуации должно быть какое-то выравнивая, какая-то компенсация. В какой форме она будет? Мы с вами вместе должны это продумывать, вырабатывая все это. Мы разбирали тексты, например, Майкла Сэндела, сейчас очень много других подобных авторов, которые в своих размышлениях, выступлениях, дискуссиях пытаются идти против тренда и поднимать вопросы, которые вы азамат понимаете. Если мы говорим о определенном долге, долге солидарности, долге взаимодействия с гражданами, то на какие нормы это положить? Какие должны быть нормативные акты приняты? Пока это неизвестно. Но то, что это необходимо для человечества, для меня, это непререкаемый факт. Я не могу больше вдаваться в подробности, я ответил кратко со своей точки зрения, что без этого мир просто все дальше будет все более и более несправедливый, фактически он распадется на какие-то влиятельные центры и опустошенное в плане человеческого капитала территории. Как эти события происходящие в 2020 году? Тот же коронавирус, тот же опять же деградация американской политической системы, деградация европейской, как это все укладывается и укладывается ли вообще возможность такого сценария, что именно жукоперистическая система подходит к концу, а скажем, вот у меня появилась мысль при новостях о коронавирусе, что это возможность испытать, ну, возможность увеличить контроль за действиями населения и это в попытке прекратить, ну, остановить развал капитализма. Слово капитализм не совсем понятно. Ведь когда мы такие темы обсуждаем, нужно понимать, что каждое слово требует пояснения. Слово капитализм непонятно, потому что оно может пониматься, исходя из разных форм капитализма, из различных систем. Например, 20-й век переживал несколько разных форм. Например, условно говоря, кейнсианское после 45-го года до 79-го года либеральный проект соседствовал с совершенно другой моделью социальной. и политической в Европе, например, и в Соединенных Штатах. А 79-го года вот этот неилиберальный крен, он тоже говорил о капитализме, но говорил совершенно в других контекстах и нюансах. Понимаете? Поэтому для меня вопрос, сомнение, что вообще капитализм как таковой себя исчерпал и уходит со сцены. Мне кажется, если говорить о капитализме, есть вещи, которые не могут исчезнуть, а именно личная инициатива, собственность в каком-то понимании, хотя бы минимальном, возможность самостоятельно заработать, предлагая свои таланты, свои достижения, свой труд в определенной системе, соревнуясь с другими. Эти вещи нельзя отменить. Но то, что поменяется, это та форма капитализма, которая побеждала последние десятилетия. А именно та форма капитализма, которая не учитывает неэкономические факторы. Об этом сегодня дискуссия. Капитализм это только также один из инструментов, но общество и мир сложнее, чем экономическая система. И благо, цели, культур, обществ и всего мира не может быть принесено в жертву экономической модели, которая установилась в последние десятилетия. Я вижу напряжение не между капитализмом и чем-то будущим, а между экономической моделью, которая сложилась, и вызовами, на которые мы должны ответить. И тут, в данном ключе, мне кажется, речь идет о трансформации капитализма. Какой она будет, это мало всего не обсуждают. И тогда тут есть два сценария. Первый сценарий все будет идти так, как сейчас. Рост неравенства, рост разрывов, обогащение небольшой группы людей, увеличение манипуляции, увеличение пропагандистских инструментов, создание ложных картин. И мы каждый год только будем получать скупые цифры о росте благосостояния этого небольшого, скажем, процента людей. И нас будут убеждать, что все в порядке. Проблема только, и мы это на онлайн обсуждали по политике в Academy, что в рамках этого капитализма нового порождаются вещи, которые уничтожают капитализм изнутри, поскольку возникают большие корпорации вне конкуренции. Де факто конкуренция возможна, то есть возможно логическое есть, а де факто ее нет, потому что такие монстры, как Facebook, Amazon, как большие цифровые гиганты, фактически они поглощают всех вокруг, и никакой конкуренции нет. А если мы учтем, что информационная политика сегодня все решает, и как новости подаются, и как кто оценивается, так все и воспринимается большинством, я вижу здесь хороший ресурс для манипуляции вот этих групп людей. Но с другой стороны, второй сценарий, мне кажется, что эта ситуация может неожиданно вызывать очень много взрывов социальных по всему миру, и она должна предостерегать центры силы, которые сегодня у власти, от возможного коллапса всей глобальной системы. Когда возникают на правилах же этой экономической модели силы, которые, работая в рамках этих моделей, пытаются ей противостоять. Я говорю о Китае, говорю об Индии, говорю о других центрах, о южноамериканских странах, Бразилии, Аргентины. И в такой системе мы тогда будем в более непредсказуемом мире существовать. еще более кратко собираю сейчас мозги свои. Итак, когда мы говорим о конце капитализма, я с этим не согласен, потому что для меня речь идет о различных формах капитализма. Второй момент. Тот капитализм, который существует сейчас, неолиберальный проект, имеет ресурсы для развития, но они опасны для человечества и не решают глобальных вызовов. и чреватые социальными политическими взрывами. И поэтому я все-таки считаю, что я в том числе буду работать на второй сценарий для того, чтобы пытаться продумать, обсудить и сделать шаги практически в сторону трансформации этой системы и объяснять носителям этой системы, что экономика еще не все. Как только что с Азамата мы обсуждали, что IQ еще не все. Так бы я ответил кратко. Но более кратко не получается. Вы занимаетесь практически постоянно, видно особенно по дебатам, когда очевидно, что для многих капитализм и экономическая подоплека определяет все. И очень сложно и не сразу приходят люди к мысли о том, что нет, человек не исчерпывается только его экономическими ролями или интересами. Здравствуйте! Спасибо большое за возможность задать вопрос Андрею Абеговичу. Я постараюсь быть максимально кратким. Наверное, для меня в этом году было большое открытие эта книжка «Духовные практики христианских подвижников». Автор Назаров Назаров точнее, Петроград 1917 год, в которой он говорит, что пессимизм рождается исключительно от чрезмерного интеллектуального развития, отрицающего духовную сторону человека. И такой сильный очень аргумент, я не знаю, согласен ли я полностью с этим, но Андрей Олегович, как вы считаете, вообще согласны или вы не согласны с этим аргументом? И что значит духовная сторона человека, как ее развивать? Потому что традиционный ответ христианских православных батюшек это будет духовная жизнь, это значит поститься, молиться и прочее выполнять. Но мне кажется, что это как-то очень ограниченный ответ. И какой-то имеет контекст к нашей сегодняшней действительности, мне кажется, что на нас, на всех ложится очень большая эмоциональная нагрузка в связи с пандемией и со всем, что происходит вокруг. На самом деле, мне кажется, что от нас очень много информации утаивается, потому что смерти от ковида ведется статистика, но не ведется статистики о гибелях людей от самоубийств. Просто у меня за прошлой неделе один мой знакомый покончил жизнь самоубийством, поэтому это имеет значение для меня. Ну, видимо, острый момент семейных ссор и так далее. Как вы могли бы прокомментировать духовную сторону человека и как остаться, сохранить эту духовность в наше время сейчас? Спасибо. Олег, спасибо за вопрос. Попытаюсь как могу, исчерпывающе не смогу ответить. Первое, что в авторе Назарове, о котором вы сказали, прозвучало, это связь пессимизма с высоким уровнем интеллектуального развития. И, соответственно, в этом треугольнике, третье, неизвестное в этом уравнении, это то, что должно уравновесить интеллект, а именно духовный уровень. я могу поддержать эту мысль, но только она не так проста, как кажется. Я попытаюсь подойти так. Когда мы говорим интеллект или разум, то по традиции люди, не окунувшиеся в источники античной мысли, светоотеческой или средневековой, они воспринимают интеллект чисто технически, как способ решения задач, постановки решения задач, определенные алгоритмы, определенное умение прагматически подходить к чему-то. Но в традиции, которой я принадлежу, интеллект был только частью разумного. И одно дело интеллект, другое дело мудрость, сапиенция. Одно дело рациональность, другое дело быть мудрым. И в этом смысле не все ученые, даже гениальные ученые, были мудрыми людьми. И физики, биологи, философы, блестящие специалисты. Это как бы первый подступ к ответу. Я утверждаю, вместе с той традицией, которой я принадлежу, что интеллектуальный уровень еще не все. И ответ на вопрос Азамата это продолжение ответа вам. Тогда возникает более тонкий вопрос, а как определить эту мудрость, как ее развивать в себе и как ее увеличивать вокруг нас. Молитва и пост сегодня не те факторы, которые могут нам помочь, потому что сегодня этого все меньше. Есть христиане консервативные, соблюдающие все это, но опять же мы знаем, что люди, которые молятся и постятся, не всегда мудры, не всегда духовны. Я знаю как человек, пришедший из православной традиции. Иногда это идет наоборот. Чем больше человек постится и молится, тем больше он замыкается, обозляется и так далее. Хотя здесь нету необходимой связи. Тогда возникает вопрос, а как увеличивать объем нашего разума за счет мудрости, а не только за счет технических вещей. Ведь многие экономисты думают только вот так рационалистически. многие естественники думают вот так рационалистически, подменяя разум своим зауженным представлением о рационализме. Многие из них представляют такую физикалистскую картину мира, где знать что-либо, это значит исследовать данные, империя, эксперименты подтверждаемые и так далее. Вот они считают достаточно для того, чтобы понять мир, исследовать его как материальные элементы в рамках материального целого. Это рождает некую спесь и уверенность в том, что когда-то они решат все проблемы человечества на основании науки. Но и наш год 20-й и весь 20-й век показал, что нельзя это сделать. Наука это не единственный способ решения наших проблем. И рациональность научная или техническая или экономическая не могут быть самодостаточны. они тогда опасны. Если их лишить мудрости, они могут разрушать нас. Именно из-за глупой самоуверенности всезнающих ученых, которые, ну я тоже ученый, скажем, тех ученых, которые зауживают этот разум. И тогда возникает вопрос, что это? И здесь я отвечу, может быть, несколько разочаровывающе. Мы должны этому учиться. Потому что когда ставился вопрос о физиках, лириках, куда пойти ребенку, он точно, естественно, науки или гуманитарные, это постановка вопроса 20 века. Мы это знаем. В 21 веке нельзя быть ученым, политиком, не получая этот гуманитарный багаж. И здесь великая литература, музыка, искусство, общение, социальная жизнь человека, чтобы он чувствовал боль других, чтобы он раскрывался на встречу миру других людей. это тоже должно воспитываться. Школа и университет это не только давать знания, вот эти научные, и получать дипломы, чтобы работать. Я думаю, что код образовательный человечества должен включать вот эти социальные, культурные вещи. Раньше это было естественно в истории, хотя, конечно, было очень много тоже проблем, неравенства и так далее. Но сегодня мы второй вопрос отбросили. Поэтому для меня это ответ на вопрос, кто такой мудрый человек. Мудрый человек это тот, кто понимает, что разум наш ограничен. Извините, те из вас, кто скептичны к таким заявлениям, но я считаю, что человеческий разум ограничен. Вы знаете, что я человек верующий, я верю в Бога и понимаю, что человек не может все познать, даже если тянуть это в вечность, он будет познавать, он все равно многие вещи. Но что мы, кроме разума, должны развивать себе вот эти вещи, которые я сказал. Чувство эмоций, бережность к миру другого человека, органы, восприятие направленное на искусство, на культуру. И тогда возможно мудрый человек это тот человек, который видит все более целостно. это человек цельного знания, человек, который рассматривает мир в свете целого. Я завершил бы свой ответ, возможно, для кого-то это будет достаточно скучновато. Была дискуссия еще в 1909 году, когда вышел сборник Вехи, до революции. И тогда, вот сейчас черная пропаганда говорит о том, что Российской империи было все какие-то кровожадные, ужасные, угнетающие силы всем правили. И властители дум были какие-то там жандармы, жандармы с профессорскими портфелями. Нет, мои дорогие, со времен реформ Александра Второго это был небывалый взлет либеральной мысли. Людей, стрелявших в городовых, оправдывали прямо с зала суда, отпускали на волю. А большинство властителей дум были крайне левых либеральных идей. И им казалось, что этот режим вообще должен уйти в небытие. И эти люди были западного образования, прекрасно образованы и так далее. Но вот такие авторы, как Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Семен Франк написали книгу Вехи, где предсказывали России страшную катастрофу. если они интеллигенты, будут делать ставку на ту науку и на тот разум, который они проповедуют, будут узко смотреть на вопросы справедливости, развития общества и так далее. Их предсказание сбылось. Вехи это пророческая книга. Они написали книгу из глубин уже в 18 году, когда все это произошло. И все наши проблемы нашего региона оттуда, когда элиты ушли в небытие и когда вот то, дело даже не в экономике, дело не в политическом строе. Можно искать много причин наших нынешних бед. Для меня главная причина то, что элиты, которые развивались тогда, вот эти целостные люди, такие как отец Флоренский или Булгаков или Вернацкий Владимир, они не воспроизвелись в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годах. Без таких элит мы беспомощны. Поэтому отвечая в одном предложении, мудрый человек это человек целостного видения. Духовно это тот, кто учитывает не только рациональность, но и культуру, эмоции, личностную жизнь, социальную жизнь. Эти вещи, на которых была воспитана Европа благодаря Аристотелю, Платону, средневековым мыслителем. Вот к этому не то, чтобы вернуться нужно, постоянно, постоянно напоминать себе об этом. Мы расколотые люди, но мы должны быть целостными людьми. Александр спрашивает, как бы вы определили понятие украинской мовы доброчестность и с чего стоило бы начать разбудову доброчестности на уровне государства? Доброчестность это добродетельность и о ней мы как раз только что говорили, когда я отвечал на вопрос Олегу. Поэтому, чтобы не затягивать, думаю, отдельно поговорим потом и с Александром в своем кругу. Речь идет о том, что и политики, и бизнесмены, и интеллектуалы сегодня обязаны быть добродетельными, а это не просто их компетенции. Нас приучили мыслить в терминах навыков и компетенций. Мы соревнуемся, кто круче в экспертности. Но в нашей жизни и личностной, и общественной, кроме экспертности, навыков и компетенций есть вот этот уровень добродетелей. Этот уровень добродетелей не получается в университетах, за это мы не получаем сертификаты, и нет книг четко, которые формируют эту часть нашей жизни. И поэтому вопрос, что нужно для этого сделать, вопрос на засыпку, потому что мы не можем открыть университет добродетельности для ведущих экономистов, политиков, менеджеров, чиновников. А тогда что? А тогда самый трудный путь остается, раз мы не можем открыть такой вуз, там, Отиум Акедеми 2, священо чисто добродетельности. То, что по-немецки здесь зит лихкает, нравственность. Единственное, это сила примеров. Это самый трудный путь, потому что его трудно искусственным образом внедрить. Когда люди показывают пример, когда в обществе создается климат определенный, и в этом климате какие-то образцы поведения проступают и дают пример. Возможно, к добродетельности можно технически подталкивать, например, налогами. Ну, я имею в виду снижение налогов людей, которые занимаются благотворительностью, спонсируют театр, поддерживают какой-то университет, наблюдательном совете, что-то подобное. Это подталкивание, то, что было в Европе, в Соединенных Штатах. Я думаю, что чуть-чуть это есть и в Украине, только не в таком жестком виде, как это в Европе. Но здесь дело в том, что это органическая вещь. Это организм, а не механизм. Добродетельность это то, как ведут себя элиты, как они показывают свое поведение, что они могут себе позволить, а чего они себе не могут позволить. Это то, что поражало Канта. Кант говорил, извините уж, я привел на ночь, глядя, это имя, но я не буду рассказывать о его философии, не бойтесь. Но Кант говорил, что самое прекрасное, что есть в мире, это добрая человеческая воля, человек доброй воли. А человек доброй воли это тот, кто не может себе позволить, даже если это ему трижды выгодно. Даже если все его коллеги думают вот так вот, как следует думать, все вокруг его поталкивает говорить и думать, как тусовка вокруг него, как выгоды, которые ему из этого... Но он поступает противоположным образом, потому что его добродетельность, его добрая воля не может позволить ему сказать это или поступить так, как от него требуют окружению. И вот это чудо было для Канта, значит, не будем идеализировать прошлое, это чудо до сих пор. чтобы таких поступков было больше, нужно работать друг с другом вот в этом. Для этого нужна критическая масса людей, я говорил как-то такой пример, когда, например, мне хочется сказать что-то, чтобы мне зааплодировали и что-то подарили приятно, какой-то пост или какие-то гранты, а я думаю, а что скажет, например, Александр, а что скажет Евгений, что скажет Олег или Азамат, или они скажут ну вот, мы думали, что этот человек, мы понимаем, почему этот человек так сделал, мы понимаем, что ему это выгодно, что он что-то получает, но очень печально, очень жаль, что и этот человек сломался, и этот пошел на поводу времени, захотел каких-то бонусов финансовых или имиджевых, чтобы заработать себе это, то есть солгал, пошел против совести, прогнулся. Вот если будет достаточно критическая масса таких людей, с мнением которых каждый из нас будет считаться, их осуждение будет для нас гораздо более болезненным, чем осуждение каких-то ботов в социальных сетях или еще чего-то там, тогда будет возможно климат для добродетельности. Нельзя делать подлые вещи, нельзя говорить откровенную ложь, даже если тебе это выгодно, а в наше время говорить ложь все более и более выгодно. Вот я бы так ответил. Извините за размывчатость. Размытость. Андрей Легоч, я попрошу вас еще один вопрос ответить, который у вас есть, то, что прислала Лара вам. Да? Да, хорошо. Лара это также наша участница и она вместе с нами работала над исповедью Августин. У нее было три вопроса. Первый вопрос самый простой, на него вообще отвечать легко, но на него не ответили еще за 2500 лет традиции. Что есть любовь? Вопрос, что есть любовь. И я рад, что меня дарили такой полномочий. Можно сказать, что любовь это некая глубинная личностная связь с чем-то, с другой личностью, с обществом, с культурой, с какими-то институциями, продуктами, культурной. Это некая глубинная связь личностная, которая предполагает ряд свойств. И здесь уже было бы длинный разговор каких. Для меня в первую очередь это то, что я люблю или то, кого я люблю, ту или того, кого я люблю, настолько близки и глубоки для меня, они настолько глубоко входят в меня самого, что образует вместе со мной некое единство, что я в отношении к этому человеку или к ним, к этим людям, чувствую настолько внутреннюю близость, что готов чем-то пожертвовать, что-то отдать, и в самые радикальные ситуации, самых опасных, возможно даже пожертвовать жизнью. Ну, возможно, понятно, что это сложный вопрос, но это настолько важное что-то для меня, что является частью меня самого, и тогда мы выстраиваем уже то, что мы любим, это может быть любимый или любимая, это могут быть люди, друзья, а в античности в латыни и по-гречески слова дружба имели разные градации, и лучшая дружба это была дружба-любовь, амицития, амикус это друг, но если в русском языке друг это другой, то в амикус от слова любовь, амор, фактически когда христиане говорят возлюбленные братья и сестры, то речь идет о том, что другой возлюбленный, это может быть любовь к культуре, такова для меня европейская культура, в которой я вырос, я кстати считаю и украинскую и русскую культурой европейской культурой, для меня это также город, в котором я живу, поэтому здесь можно поставить многоточие, этот вопрос уже детализации, я объяснил, что такое любовь для меня, это внутренняя глубинная связь с другим или другими, без которой я не чувствую себя полноценной личностью, который готов что-то отдавать, жертвовать, заботиться, воспринимать их мир как свой собственный, когда мы кого-то любим, мы мир другого не разделяем от своего, и страдания другого, и радость другого разделяем вместе, это разделенная радость и разделенная боль, любовь предполагает умение разделить, русское слово разделить неудачно, разделить, не поделить на части, а вместе пережить, я слишком увлекусь говоря о любви, поэтому перехожу ко второму и третьему вопросу, какой мой любимый художник писал ли я в этом году, мой любимый художник Врубель, и не потому, что он лучше других для меня, а потому, что для меня это была первая поражающая встреча в Киевском музее на улице Терещенко нынешней, это русский музей, и там есть зал врубелевских рисунков и акварелей, а также несколько масляных работ, и когда мне было 13-14, это был первый контакт, с тех пор я остаюсь верен именно Врубелю, а так, конечно, художников много, голландские мастера в первую очередь, потому, что это такой очень тонкий мир, где впервые повседневный мир человека стал одухотворяться, если когда вот мы заходим в какие-то великие музеи, Лувру, Фиццы, или Берлинские галереи, мы видим, что в другие музеи, я люблю их посещать очень много, мы видим, что где-то с 13-го по 16-й век сюжеты примерно те же самые, если мы попадаем в Уфицы тот же музей, мы видим, что в десятках залов Дева Мария с младенцем, или апостолы, или там снятие с креста, или там еще что-то, в принципе хватит пальца в одной руки, чтобы сюжеты перечислить, и мы воспринимаем уже не сюжет, а его решение, то с голландских мастеров пошел вход в мир бытовой, девушка, читающая письмо, наливающая молоко, люди, которые что-то делают в ремесле, но все это одухотворенно, и все это, как считал Пастернак, вот начиная с деятелей ренессанса вплоть до голландских мастеров, а это пик 17-й золотой век Голландии, это и есть евангельский дух, когда одухотворяется самое бытовое, самое простое в нашей жизни, не только самое возвышенное, но и такая простая вещь, как налить молоко, порезать хлеб, поделиться сыром, гулять в саду и так далее, но, к сожалению, я ничего не писал, я только мечтаю писать, эти мечты длятся у меня с 91-го года, когда я еще дорабатывал художником-оформителем, это была моя работа, до поступления в университет, и с тех пор я рисовал только в конспектах, когда унывал или радовался на лекциях в университете, иногда я рисую, когда думаю, графикой, пером что-то на листе бумаги, я мечтаю о том, чтобы вернуться к живописи, как только у меня что-то будет получаться, я с вами поделюсь, я стал таким хвостуном, как если что-то появляется, сразу куда-то тащу, куда-то вот в Facebook, это болезнь, дорогие мои, это болезнь, или в, значит, YouTube, вот если я что-то напишу, вот вы увидите это, и вы скажете, ну, а мы думали о нем больше, он говорил, художник, художник, мазня, но поделиться всегда это чувство неудержимое, и третий вопрос, что дало человечеству христианство, что в нем есть такого, чего нет в других конфессиях, ну, там имеется в других религиях, потому что христианство конфессиональное, сложно сказать, христианство дало человеку уникальный глубокий опыт личности, мне, читавшему много античных авторов, это хорошо известно, никогда внутренний мир человека не становился таким бесконечным и глубоким, как в христианстве, из этого вырастает, из этого вырастает и вся европейская культура, потому что, ну, безусловно, античность знала что-то о личности, безусловно, много было важного, но никогда Бог не интересовался внутренним миром человека так интенсивно, как в Исповеди Августина или в произведениях немецких мистиков 13-14 веков или в духовности святого Бернарда и так далее, то есть мне, как человеку, медиевисту отчасти, изучающему европейскую средневековую мысль, средневековую мистику, в свое время это открывалось пласта за пластом. И чего нет, что есть в христианстве, чего нет в других, то же самое, тот же опыт личности. Вот то, что меня привлекало и привлекает, мне не хватает в других. Я восхищаюсь другими религиозными опытами и современной науки, даже есть понятие плюралистическая философия религии, например, Хик писал такие книги, по-моему, он еще даже не умер, а может, умер недавно, где пытались учесть исследователи многообразия религиозного опыта и как многообразие в единстве, говорить о том, что чего-то не хватает в нашем христианстве, но есть в индуизме, есть, например, в буддизме, есть, если говорить о религиях, книги, ислам и иудаизм. Я уважаю все эти опыты, но мне там и там и там не хватает вот этого интенсивного опыта личности, из которого вырастает и европейская теория новой добродетели, и солидарности, благотворительности. У меня было как-то и в отюме года два назад лекция о Рождестве Христовом, очень близкий сюжет, и я там показывал, как вот первых шагов христианства, это мощнейшая социальная доктрина. Христианство поражало интеллектуалов, язычников тем, что большое внимание уделялось заботе о членах сообщества, это снова ответ Азамату. Христиане делились всем, они заботились о всех гражданах, кстати, в исламе это тоже очень сильно, забота о членах общины. Вплоть до 19 века, когда было переоткрыто Рождество, в произведениях Диккенса, в произведениях, не знаю, Андерсона, в произведениях Лагерлёв, от великих идей, учений и практик до прекрасных рождественских легенд, до украшения жилища, это всё опыт внутренней, интимной, интимной глубины, понимания другого глубинного. Поэтому я сейчас и критикую механистический, натуралистический взглядом человека, я считаю это крайне опасным для нашего века, потому что он нивелирует всё, к чему Европа шла столетиями, он учит нас понимать человека плоско, телесно, и тогда все рассуждения о солидарности, взаимной поддержке, о любви, они куда-то зависают, что любовь это скорее механический, биологический аспект, выбор мой, это тоже всё определяется моей биологией, мои решения тоже биологически мотивированы, а личность это опасные иллюзии, говорят мне. Вот всё, что мне дорого, естественно, я так жалуюсь вам по дружбе и близости, всё, что мне дорого, они опровергают. Что мне остаётся делать? Мне остаётся делать, обороняться, каким-то образом защищать то, что мне дорого, иначе нас всех превратят в биологические механизмы. Вот это я не хотел бы. Вот я ответил на вопрос Слара, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо, Богдан. Спасибо вам за терпение. Прошу вас. Добрый вечер. Я попробую очень кратко сократить свой вопрос. Вопрос об мировоззренческом уровне, наверное, западного общества и того, что может произойти, исходя из того, что мы имеем. 2020 год для меня очень знаковый. Все вещи, о которых мы говорили, это и белое, и ковид, точнее, то, как Западная Европа противостоит ковиду, ставя безопасность выше свободы и устанавливая иногда весьма жёсткие рамки для своих граждан. Это и нападки на религию, это и ситуация с Польшей, с правом на аборты, и все дела. Это весь такой натуралистический сцентизм. Это всё, мне кажется, в некой мере показывает, что либерализм в западном понимании, как он строится после Второй мировой войны, это всё же не так как бы левый либерализм, а всё же это более левое, нежели либеральное. Ну, к примеру, тут для меня БЛМ очень знаковый. И вопрос в том, не стоит ли сейчас западный мир на каком-то рубеже, как это было в начале 20-го века, ой, в начале 20-го века, что, ну, я бы не сказал, что это будет построение какого-то аналогического коммунизма, как это было в Союзе, но это такая тенденция построить какую-то такую социалистически равную научную мировоззренческую картину, в которой будет единая истина, и эта единая истина будет такая как бы понятная среди масс, а всё, что непонятное, это мы убираем, ну, здесь тоже пример, это то, что по-английски это cancel culture, это стремление отменить историю или убрать высказывания каких-то публичных личностей, которые высказываются против действующей парадигмы. Такие опасения справедливы или может я там преувеличу в некой мере. Спасибо. Спасибо. Я полностью разделяю эти опасения. Дело только в том, что мы, когда мы с вами Богдан это говорим, естественно, рискуем попасть под град критики, скептической и так далее. Для этого нужно просто спокойно разъяснять и уходить в детали, разбирать каждый из эпизодов шаг за шагом, показывать людям, что, давай, к чему это приведет? Хорошо, вот мы развенчали опыт духовной личности, вот мы развенчали, например, не знаю, понятие свободы воли, мы развенчали тайну в человеке, мы все хотим спроектировать вот в этой плоскости наблюдаемого эмпирического мира, мы хотим это предложить взамен комфорт, безопасность и более-менее такое вот сносное сосуществование, но что мы при этом теряем? Мне кажется, мы теряем больше, потому что эти вещи возродить будет очень сложно, потому что это передавалось из поколения в поколение, не все было справедливо и хорошо в прошлом, вот одна из ошибок моих критиков состоит в том, что они говорят, а когда было лучше, а зато сейчас рождаемость детская меньше, живем дольше, мир стал более безопасным, вы хотите нас снова вот это ужасное средневековье, где и помыться негде и так далее, это неверная постановка вопроса, потому что мы смотрим из настоящего в прошлое, и мы не понимаем, что это была интенсивная воля и интенсивный такой порыв постепенно двигаться к улучшению, к расширению сферы людей, которым живется лучше, но не оставляя при этом эти главные ценности, а на каком-то этапе прошло резкое изменение, первомировая, второмировая, упоение после 45-го в западных странах, потому что они почувствовали настолько благоприятно они построили вот эту внешнюю комфортную жизнь, опять они не задумывались, что это за счет чего-то происходит, за счет каких-то других регионов, каких-то других стран, но для них это был сильный мотив того, что их ценности вот такие правильные, эти ценности должны быть все более левые, все более либеральные, когда вы противопоставляете левое либеральное, действительно это сложно, и мы на онлайн-курсе об этом говорили, слово либеральное имеет десятки значений, и это позволяет манипулировать людьми, там, где нужно, циничный политик, скажем, современно-либеральный, может пустить и слезу социализма, там, где нужно, вот я когда наблюдал за дебатами между Байденом и Трампом и вот окружением демократов, там, где нужно, они могут надавить на социализм, но там, где нужно, они тут же забудут об этих слезах, потому что это, в принципе, очень обеспеченные, небедные люди, которые, в принципе, живут не так, как проповедуют, потому что, на самом деле, это все превращается тоже в механизмы некий карнавал, некий кукольный театр, и даже те идеи, которые проповедуются, они не такие уже плохие, но они не соотносятся с образом жизни этих людей, вот что ужасно, возвращаемся к слову добродетели, да, я вижу, для меня главное опасение, то, что боялись европейцы в начале 20 века, только мы переживаем на другом, более сложном этапе, сложном, потому что незаметном, потому что у них это было на уровне античной трагедии, борьба за цивилизацию, борьба за сохранение Европы, европейской культуры, они говорили о великих кризисах, сегодня мы о великих кризисах не говорим, все это так, все на повидло похоже, но проблема та же, а именно, чтобы быть более краткими, более плоская, одномерная жизнь, потеря тех духовных сокровищ, которые собирало человечество и Европа эти столетия, уплощение, упрощение, примитивизация жизни, по типу массового человека, вот эта примитизация и плоскость, о которой писали не только левые, но и правые, потому что именно франкфуртская школа неомарксизма или марксизма, она также этому страшилась, об этом писала Дорна, об этом писал Хоргхаймер, об этом писали многие представители франкфуртской школы, об одномерном человеке, об опасности вот этой плоскости, для меня это главная опасность, то есть вообще в одной фразе о чем идет тяжба, по Платону была тяжба о бытии, то есть спор о бытии в Софисте описанной, для меня сейчас это тяжба о личности, и для меня тогда я формулирую в завершении ответа такой тест, все зависит от того, как мы понимаем личность и мир личности, все эти измы мы легко должны проверять на том, что они предлагают личности, какую глубину, какое разнообразие, какое богатство духовное, культурное, и на этом критерии, мне кажется, легко проверять, или личность плоская, в конце концов просто индивид, или личность многоплановая, та, которую нам дала эта традиция, я думаю, что надо будет конкретно разобрать это на отдельных примерах, этот тест применить, это было бы интересно, каким образом жизни должна жить такая вот личность искомая модными трендами. Спасибо. Роман, вам слово. Добрый день, Андрей Олегович, если говорить о прошедшем годе, то для нас, для моих знакомых, для моих друзей открытием было ваша Одиссея, которую вы создали вместе с Владимиром Соловьевым, очень интересный цикл лекций, и вопрос такой, в современном мире огромное количество информации, которая, как говорили собеседники до меня, может быть на любой вкус, множество версий найдут сразу тысячу подтверждений и тысячу красивых теорий. Какое ваше противоядие от ложной информации, от красивой, упакованной, но ложной все-таки? Ну, вы как представитель классического образования, если я не ошибаюсь, которое ведет свое начало из Греции через Рим, через средневековую Европу, можно сказать, что именно вот такое образование есть противоядие? критическое мышление, логические доказательства, авторитетность или есть какой-то другой еще способ бороться с... Отлично вы ответили за меня. Первая часть ответа, она вообще может быть разобрана на цитаты кого угодно, от Гёте до Лео Штрауса. Лео Штраус это ведущий политический мыслитель 20 века. У него есть две статьи, где он говорит о классическом образовании как прививки против вульгарности. И нас даже не критическое мышление меня беспокоит, а вульгарность, потому что критическое мышление это вещь приобретаемая, ее это можно приобрести. А вот что делать с вульгарным подходом? А вульгарный подход таков, когда нам знания это дают как легкое, упакованное, доступное. Недавно в одном из интервью я говорил о том, что возникла такая иллюзия. Я против себя сейчас буду говорить, потому что многие меня знают по ютюбам. Но мне кажется, что мы как-то живем уже в ютюбном университете, ютюбное образование у всех. А это ютюбное образование, оно ведь не дается разнопланово, нужно общаться с мастерами, нужно с ними заниматься. Это определенные усилия. А некоторые ютюбные мастера в кавычках, они вот берут и такие вот красивые картины просто вкладывают в зрителей, ошарашивая их, дают им видимость знаний. И чего я только не слышу, я говорю, что я смотрю, иногда открываю для себя людей, и там нахожу какую-то даму, живущую в России, у которой там по 500-700 миллион просмотров, и она всем доказывает, что Сталин это отличный менеджер, что все эти жертвы и гулаги придуманы, что это все какие-то продажные ученые придумали вот эту систему, а что все наоборот было вот в советской строй, он отлично развивался и так далее. В другом месте я читаю, какими отвратительными и плоскими людьми были Гетта, Солженицын, развенчание Пастернака, Рильки, вот, какими негодяями был Иоанн Павел Второй или, не знаю, еще кто-то из авторитетов. И людям это хорошо заходит, потому что они привыкли, что со школы от какой-то старой традиции им внушали, что вот это хороший человек, это плохой. А этот ютубер говорит все наоборот. Вот вы считали его негодяем, а это величайший благодетель. На таких простых примерах. Как с этим бороться? Ну, я здесь хочу избежать плоских оптимистичных радужных ответов, слишком кратких. Но должен кратко как-то сказать. Сейчас я сам себя настраиваю, как самонастраивающийся ракет. Мог бы сказать так, у нас мы по-разному устроены. Для кого-то важны рациональные процедуры. Тогда я бы сказал человеку, умей задавать вопросы. Ведь наш учитель Сократ говорил, умей правильно задавать вопросы. Даже если ты любишь этого блогера, этого лидера общественных мнений, или этого интеллектуала, тебе нравится, о чем он говорит, умей задавать вопросы. После того, как ты ставишь правильные вопросы, ты должен привести, найти альтернативное, противоположное мнение, тоже авторитетного человека. И тогда ты уже имеешь хотя бы два свидетельства об одном факте или событии. Это старая римская иудейская традиция. Пожалуйста, в зал два свидетеля. Мы культура одного свидетеля. Мы попадаем в объятие какой-то трендовой одномерной интерпретаторской системы или картины. Умейте ее разрушать. Итак, правильно ставить вопросы. Все ли хорошо в этой системе? Нет ли здесь нестыковок, противоречий и так далее? На каком основании все это красивое здание построено? И ищите альтернативные свидетельства. Умейте как детективы это интересно выстраивать. Я вот это делаю, буду делать это больше в следующем году. Вот опять же пример с Чили, какие-то другие с османами пример. Мне кстати очень досталось за передачу с османами. Я не оправдываю османское правление и так далее. Я просто показываю, что это была также своя яркая многообразная культура, которая много дала человечеству, которая построила большую систему сосуществования нации, культуры и так далее. И как любая культура, которая долго существует, там были и падения. В любой системе были падения. Например, самая толерантная к евреям была жечь постполита. Ну и там были гонения на евреев. И также было в Голландии, в Англии или в Испании разные периоды. Поэтому нужно смотреть целостно, альтернативные свидетельства принимать. Ну и в себе все-таки вот этот критицизм, хорошо сказать критическое мышление. Сложнее ответить на вопрос, а в чем оно проявляется, как оно живет в нас, зачем оно нам нужно. У нас вообще потребность есть в критическом мышлении? Вот потребность есть, потому что в людях, вы знаете, я завершаю отвечать, я работаю со многими людьми и группами, причем это люди зрелые там и так далее. И я заметил, что многим из них, это свойства нашей природы, гораздо комфортнее жить в хорошо сформированном готовом мифе. и когда у них уже кто-то сформировал кроме меня какое-то мнение, я начинаю его пытаться разрушать, человек очень недоволен, он болезненно воспринимает, он уже нашел себе объяснительную схему, он не хочет ее ломать, не трогайте, я и так ее созидал год или два, я целый год учился, не трогайте, пожалуйста, я хочу получить для себя объяснение всего, что я встречу в мире, понимаете, то есть потребность к критическому мышлению, это даже не разум, это ответы Олегу еще связ с вопросами Олега, это даже не разум, это что-то в нас, которое свойственно нам цело, и эмоции, и чувства, ощущения, и мышления, и вкус, я бы сказал, что критическое мышление это хороший вкус, это нежелание попадаться на плоские вульгарные вещи, это то, настолько мы себя ценим, насколько в нас самооценка, ты хочешь верить в эти упрощенные вещи элементарные, в эти вульгарности, в эти, ну не знаю, плоские вещи, ты хочешь быть рабом плоских истин, ты хочешь быть плоским человеком, нет, это нас настораживает, я не хочу быть плоским, я хочу в чем-то разбираться, ну хорошо, но если ты не хочешь быть плоским, почему ты веришь в плоские истины, ну где же они плоские, умные люди сказали, вот ты начинаешь задавать им вопросы, ищи альтернативных свидетельств, другого пути нет, но я отвечаю сейчас, очень важно, то, что хочу подчеркнуть, что это даже на уровне глубинного вкуса, на уровне достоинства, критическое мышление это то, настолько я себя ценю как личность, понимаете, насколько я готов отдавать свою часть своего времени в день или в месяц на самостоятельные вопросы, мини-исследования, на сравнение, сличение, анализ, это маленькая жертва, мы же любим, если мы любим истину, то мы должны жертвовать истине часть своего времени, и не говорить о том, что мини-исследование, сличение фактов, мини-аналитика, два журнала противоположных тенденций, ой, знаете, у меня нет времени, я занят, но если у тебя нет времени, ты занят, вообще не смотри ютубы, не увлекайся разными экспертами и не думай, что у тебя есть о чем-то мнение, потому что нет времени на то, чтобы работать со своим мнением, музыканту нужно работать со своим талантом, писателю, ученому, возлюбленным нужно работать над своими отношениями, а тебе над своим мировоззрением работать не надо, Значит, ты его не любишь. Оно твое, значит, ты себя не любишь. Тебе безразлично твое мировоззрение. Ты низко себя ценишь. Нужно каждому повторять эти истины. Я себе их постоянно повторяю. Это все, что я сказал, касается и меня лично. Понимаете, что это не к вам обращено, а мы тут вместе как сообщество. Я бы так ответил, да. Для меня, как человек, очень связанного тесно с обучением взрослых, вопрос, я думаю, что очень простой. Очень интересует, как вы, Андрей Олегович, справлялись в течение этого года. Нам всем сейчас нужно по-другому учиться. То есть, извините за такую маркетинговую формулировку, что ваши топ-5 методов самообучения, я имею в виду, помимо традиционных, мы много говорили сегодня об этом, но вот как вы учились по-новому делать то, что вы сейчас делаете? Первый опыт, например, опыт Одиссей, который мы делали с Владимиром, или темы, которые для себя открываю. Первый большой опыт – опыт мини-исследований в неизведанных сферах, но которые соединены и работают уже с тем, что ты знаешь. Это расширение твоего видения. Вот у меня было ряд таких тем в этом году. Открытие новых авторов, новых тем. Я постоянно обновляюсь. Даже когда мы готовили Одиссею, я должен был читать совершенно новые книги, которые давали мне какие-то новые данности, о которых я не знал и не обращал внимания. Например, факторы географии в каких-то событиях, факторы болезни в каких-то событиях. Например, чума Истиньяна, которая не позволила ему объединить снова империю в восточную с западную. То есть роль тех факторов, которые прекрасно открыл Даймонд в своих первых книгах, особенно «Ружие микробы сталь». Когда мы впускаем новые данные, которые делают нашу картину еще более интересной и многоплановой. Но для этого нужно постоянно уходить в эти смежные сферы, как бы обновлять свой взгляд. И в связи с этим второй важный момент, это к чему нас приучает. Это приучает нас выходить из зоны, где мы себя полностью контролируем. Одна из главных ошибок долгообучающих, я смотрю и по себе, и по моим коллегам, когда они сидят на тех же самых темах, на тех же самых блоках, которые уже и разбуди ночью, он будет в полуобрачном состоянии озвучивать. Это же такой лектор, у него пластинка поставлена, он все время, все время. Мне кажется, проблема очень многих тренеров, коучей, которые пришли к нам еще в 90-е годы, в нулевые, это то, что, ну, понятно, что мой взгляд и ваш не взгляд, других большинства людей, других людей. Но я чувствую, когда человек озвучивает, хорошо озвучивает, хорошо устоявшиеся две-три истины. Для бизнеса, может, это и хорошо, потому что там проработка какого-то навыка, там прокачка какого-то, какого-то скилла, да. Может быть и хорошо. Он так научился вкладывать и вкладывает, но мне, как философу, как человеку, который занимается этими вещами, недостаточно. Мне важен опыт прямо здесь и теперь. И если я вижу, что этот человек уже это говорил много раз, и вообще это есть в его книге, он один к одному все это пересказывает, у меня возникает такая немножко, ну, не то чтобы апатия, так как обвисают крылья. Мы пришли, или я слушаю вас, здесь что-то должно происходить. То есть это второй момент. Мы уходим в сферу смежную для того, чтобы обновлять себя, для того, чтобы испытывать вот этот свой глаз, исследовательский навык. Но опять же уметь соединять это с тем, что ты уже знаешь. Иначе мы разорвем себя и уйдем в какие-то совершенно далекие атмосферы. Третье, пожалуй, то, что я сейчас, над чем работаю, и мне раньше было лень, это большее внимание к слушателям. Всегда есть соблазн перейти на лекции, это моя слабость. Я понимаю, что многие приходят или хотят слушать какие-то темы, но умение включать людей вопросами, продуманными практикумами, связывать вопросы, фрагменты практикумов с теми главными темами, которые ты хочешь предложить. Для меня это вызов и сложность. Ну, по-другому это как сказать? Взять и продумать практические шаги достижения знаний в какой-то сфере или умений в какой-то сфере. Потому что классическое образование было просто лекции и семинары. А новое знание, они требуют чего-то третьего, четвертого, пятого. Что именно идет поиск постоянно? Какие-то разные элементы интерактивности, попытка соединить сразу несколько линий. Например, и видео, и тексты, и вопросы контрольные, и, может быть, какие-то интригующие мини-задания. То есть расширить наше восприятие, включить не только разум и усидчивость, но еще какие-то кнопки в нас. Эмоциональные, чувственные, вкусовые. Вот раскрыть это. Над этим я еще буду работать в ближайшие годы. Я здесь очень слаб, я чувствую еще много-много, над чем нужно работать. Но опять я завершаю вопрос, потому что это мы с вами отдельно как-то будем говорить. Я импровизирую, правда, на основании своего опыта. Мы понимаем, что самая сложная – это группа. Чем она больше, тем сложнее. Мы видим, что знания индивидуальны. 21 век это открыл. Знания индивидуальны. И когда группа 10 человек, можно выстроить среднеарифметическое. Когда группа больше, 20-30, это большая проблема. У всех разная скорость включения, разные способы восприятия, работы с материалом. Эта проблема, в принципе, нерешаема. Наверное, когда-то будут… Сейчас даже университеты, самые остающие – это университеты традиционные. Я к ним принадлежу. Наверное, на лекции будет очень мало даваться материала. В основном лекции будут обзорно в видеоформате подаваться. И тогда получается, что человек, который занимается с людьми, он делает вступление, показывает, какими шагами продвигаться, что делать. Потом дается пакет вот этих видео и практикумов. А потом уже третий этап, когда мы это усваиваем вместе. То есть задача, мне кажется, лектора или мастера в том, чтобы вместе усваивать то, что на первых стадиях люди должны индивидуально дома сделать. Вот как это организовать? И здесь, завершая, мы сталкиваемся с нашей инертной… Нас как учителей, преподавателей, с вами, Оля, ждут неприятные вещи, потому что часть аудитории к этому до сих пор не готова. Все говорят, давайте я модернизирую, давайте все делаем по-новому. Это все устарело, устарело, устарело. Хорошо, давайте работать теперь. А никто не хочет. А вот лекцию традиционную лучше воспринимать, потому что можно поспать, можно провалиться, что-то взять. Я вижу, что средний слушатель, ему двухчасовая лекция, ему достаточно взять двух-трехминутное что-то для себя. Мне потом в конце говорят, вот я взял из вашей лекции для себя и говорит какую-то банальность. Но он ее взял, через меня эта банальность к нему пришла. А вот когда мы начинаем работать в аудитории, не каждая аудитория готова к активности. Вот что с этим делать, не знаю, потому что если мы уж вместе работаем и усваиваем что-то, все зависит не только от меня, я теряю контроль над ситуацией. Я не могу быть факиром, кудесником, который все это включает. Вот я сейчас обрисовал то, над чем я лично буду работать, но многие вещи нерешаемы, потому что другая личность, ее насильно не вовлечешь в эту активность. Ну, не знаю. Будем дальше работать над этим. Добрый вечер, меня зовут Оксана. У меня такое вот, я благодарю за возможность общаться, и я думаю, что, наверное, ничто так не изменяет наше общение как появление смартфонов, поэтому вот такая очень ситуация. У меня уходящий год связан с таким понятием, как социальная справедливость. Вот этот вопрос как-то все чаще возникал, и вот я думаю, что так как была ярко очень определена вот эта такая как бы угроза для большинства населения, то вопрос распределения таких вот ресурсов, и такой уравнительной справедливости, и такой распределительной справедливости, вот актуальной, наверное. И у меня такой вопрос. Вот те, кто занимаются вот этой вот распределением каких-то ресурсов, не только экономических каких-то, это уже люди нового поколения, и какие в связи с этим, если это люди нового поколения, то какие кроме экономических ресурсов, психологические ресурсы, тоже были в прошлом году, и как бы они будут уже неотримлемой частью и нашей следующей дальнейшей жизни. Распределяют где? В конкретной стране, например, в Украине или в масштабе мира? В мировом масштабе для меня масса вопросов с той справедливостью, о которой вы говорите, даже с вопросами ковида. Оказывается, что есть очереди первые, вторые, третьи. Оказывается, что идут закупки. Мне вообще непонятно, как это может становиться вопросом бизнеса и закупок. И мне кажется, что должен быть общий глобальный мировой фонд, и здесь опять ответ Азамату, богатых стран, которые должны распределять и поставлять это не за деньги, не устраивая чередей. Неужели не хватает мощностей, чтобы произвести, например, достаточное количество вакцины? Я задаю сейчас вопросы дилетанта. Я тут совсем в новой сфере, которая мне непонятна. Я просто делюсь вопросами, которые я ставлю. Вопрос, неужели это трудно производить в больших масштабах? Неужели это нужно продавать? В конце концов, должен быть фонд мировой, который должен это все финансировать. Мы же берем с ведущих государств какие-то деньги на многие вещи. И третий момент, кто распределяет? Здесь не связано это с новым или старым поколением. Здесь другое. По каким ценностям и идеям осуществляется это распределение? И не все согласны с тем, что распределение должно быть более-менее пропорциональным. Это и споры и в политике, и в культуре, и в экономике о том, как распределять. Ну, например, я завершу очень простым примером пирога. Представьте, что вы испекли торт. Вы пригласили людей. У вас есть родные люди. Вот Евгения пригласили, еще кого-то пригласили. Как вы торт распределяете? Например, вы как хозяйка закладываете принцип, что он должен быть равным. Ну, понятно, хорошо. С этим понятно. А если вы распределяете другие ресурсы? Это сложнее. Ну, например, если бы вы незнакомых людей угощали, и торт был бы вам крайне важен, наверное, они бы подпадавались меньше куски. Например. Это сложный вопрос. А вот как распределять богатство всей страны? Здесь уже не экономика действует, а политика и ценности. Например, страна произвела совокупный какой-то доход. Что делают политики? Они должны распределять это. Создается бюджет, например. Сколько денег на образование, медицину, поддержание промышленности, выплаты социальные. Экономический мозг думает вот в определенном направлении. Но экономический мозг не может вычислить, что связано с медициной, образованием, например, социальными проектами. Это уже не только экономика, но еще и ценности. А если мы возьмем весь мир, тогда картина еще сложнее. Справедливо ли, что часть стран только имеют совокупный доход гораздо больше, их у них богатство больше? Должны ли они делиться с другими странами? Вопросы, которые сегодня здесь звучали. Как бы отдавая долг, отдавая долг этим странам или нет? Должна ли, например, Европа или Соединенные Штаты делиться со странами Ближнего Востока, африканскими странами? Поставлять им какую-то помощь? Это много сложных вопросов. Просто я не могу здесь долго отвечать, но ваш вопрос, он зависит от многих факторов. Каковы ваши ценности? Какова ваша концепция справедливости? Какова цель перераспределения? Уравниловка – это плохо, но и неолиберализм – это плохо. Тогда что среднее? Если всем поровну нас демотивируют, а неолиберальный проект порождает резкое расслоение богатых и бедных, тогда какие варианты посрединки? Это головоломки. Так, чтобы экономика не рухнула, но одновременно и чтобы поддерживать те регионы и тех людей, которые, в принципе, не производят продукты. Ведь учитель в школе не производит продукты. И когда у нас были беседы, вот Даймонда, третья книга, «Поворот», он там пишет, как Финляндия вышла из кризиса. Она вложила в технологии и в школьного учителя. И в Финляндии школьный учитель традиционно получал очень большую зарплату, что очень не похоже на Украину, например. И когда мы говорим, почему часть доходов всей страны нужно давать школьным учителям, на этот вопрос нужно искать ответ. А это значит, какую мы страну нашу видим в будущем. Финляндия видела это так, что стране нужно много образованных людей, поэтому нужны хорошие школы, поэтому учитель должен быть статусной фигурой. И тогда возникает цепочка мышления. Статусная фигура учителя, хорошие ученики, возможность прорыва для государства. Как видите, у нас вы из какой страны? Я из Литвы, из Каунаса. Вы из Литвы. Ну, видите, у вас еще другое отношение. Вот если братья об учителях, я думаю, что у вас учителя должны достаточно неплохо себя чувствовать. Ну, наверное, хуже, чем в Финляндии. Вы знакомы с этой сферой? Просто интересно. Например, сколько в Каунасе получает школьный учитель сравнительно с другими профессиями? Тоже очень важно. Но вот у нас... Этого я не знаю. Вы не знаете, видите. Ну, вот... Ну, знаете, нам напишите. Очень интересно. Потому что мы не можем всего знать. Да, ну вот если в целом, я бы так ответил. Это очень сложный вопрос задали. Это очень много неизвестных нужно подключить. Вот ценности нашей теории. Какая теория справедливости? Они разные. В советской системе действовала одна теория справедливости. Сейчас действует другая. Даже в вашей стране в советской системе и сегодня вы перешли из одного мира в другой. Так же, как и мы здесь, в Украине. И наше представление, это же теория справедливости, не изложена где-то в каком-то тексте, который вывешен на улицах Каунаса. Это где-то на непроясненном внутреннем уровне действует. Люди изменили какие-то мировоззренческие установки от элит до обычных граждан. Скажите, пожалуйста, не думаете ли вы, что вот эта радикализация мнений, разделение на группы понимающих друг друга людей, за что это называют айтуном мнении, не знаю, кто там там, что это навсегда, что мы теперь будем делиться по таким признакам, не только по расовым традиционным значениям, только вот по каким-то вот мне уютно, мне хорошо, а мне отвлекается много из того, что говорят там вот такие определенные это мне близко. И я вот живу в этом параллельном мире и таких миров будет много. Вопрос звучит для меня достаточно трагично. Вот это неспособность разобраться в ситуации, вот это оглупление, манипуляции, возможно, это навсегда. Но я так по-своему перевожу. То есть то, что человек попадает в ситуацию, когда он идет за вот этими всеми ложными картинами. Или он не может вырваться уже из той колеи, в которую он попадает. Я так не думаю, потому что здесь нам, кстати, помогает история. Вот вопрос о критическом мышлении часто история может нас научить, когда мы сравниваем. Что-то подобное уже случалось с предыдущими поколениями, только нужно найти похожие примеры. Для меня похожий пример это Англия конца XIX века. Я ее часто привожу. Казалось, что дух позитивизма, скепсиса относительно религии и вообще разрушения христианства и культуры этой вот великой, он неизбежен, поскольку многие общества, многие члены общества высшего света были вот так настроены, агностические, скептические. Но несколько человек вот Англию поменяли, я приводил на своих занятиях. Это Честертон, это Толкин, это Льюис. Так же было и во Франции, когда ряд интеллектуалов, поэтов, философов пошли против тренда. Так было и я называл имя Иоанна Павла II, ведь католицизм терпел очень серьезный серьезный кризис после 1945 года. Недоверие, кризис, отсутствие альтернатив. Но эти люди поворачивали колесо истории, поворачивали корабль в другом направлении. Мне кажется, что, извините, я так чуть-чуть замедлюсь в конце, мы переоцениваем роль больших масс. Достаточно появиться трём, четырём, десяти людям особой одарённости. Религиозные люди могут воспринимать это как некий дар, что через этих людей начинают говорить эпоха и не меняют эпоху. Люди светские, нерелигиозные могут говорить о каких-то особых одарённых людях с харизмой. И причём это может быть негативная харизма, она может увести человечество в другую противоположную сторону. Но история показывает, что такие люди появляются и невозможны, абсолютно невозможны, становятся возможным и современники удивляются, насколько эта личность или небольшая группа личностей кардинально меняет всю историю. Просто вдыхают своих граждан оптимизм, силу и творческое начало. Из ниоткуда появилась Польша между мировыми войнами, например. Из ниоткуда появился Наполеон, который создал какую-то фантастическую картину прото-Европы 21 века. Я не оцениваю сейчас хорошо или плохо. Фантастическая фигура забияки такого часто лжеца Черчилля, которого мы очень любим с Евгением, который просто врал и вдыхал этим вот духом абсолютной упёртости. Это непонятная вещь, когда действуют мировые системы, танки, подводные лодки, самолёты. Всё зависит от энергии, психологической энергии одного человека, который только вдыхает вот это мужество и закачивает и закачивает. Но это противоестественно для людей. Ведь мы живём в категориях социологии такой, знаете, прагматической. Из психологии масса, они там что-то решают. Для меня это всегда надежда. Поэтому я могу сказать так. Такие люди обязательно появятся. Надо ждать хорошей установки на следующие годы. Такие люди обязательно появятся. Если они появятся, нужно сделать всё, чтобы этих людей было лучше слышно и всегда есть шанс полностью поменять всё. Потому что есть свобода воли, есть творчество в мире, а значит всё возможно. Нет вот этой колеса судьбы, которая не даст нам вырваться из этого. Это такой ответ. Спасибо. Павел, Павло Макаров. Вопрос касается миграции. Он для меня важен, я думаю, для Украины актуальный. Тоже вопрос. Мы знаем, за последний век было несколько волны миграции, что касается территории современной Украины. Если я не ошибаюсь, в каких-то своих лекциях говорили о том, что Францию мы теряем ту Францию, которую мы все любим. Наверное, она должна будет присматривать свои отношения к будущему. Наверное, так же касается миграции, которая в Франции происходит. Также говорили о том, что Украина занимает не то место в Европе, которое должна потенциально занимать, если брать установки наши, когда мы приобрели независимость в 1991 году. И я так понял, что это все жрится на том, что, в принципе, довольно высокий средний уровень населения и образования. Вопрос, в принципе, в том, видите ли, где-то для Украины точку невозврата в контексте миграции, которая даже последнего 6 лет происходит. И необходимо ли будет Украине нам пересматривать свое отношение к нашим задачам на будущее с учетом сложившихся обстоятельств и тенденций к тому, что сокращается население и меняется состав самого населения. Спасибо. Вы знаете, мы в этом году переживали одно из самых больших переселений народов. Вообще, не только в масштабах украинской миграции, а в масштабах кризиса COVID-19, когда толпы, поскольку границы закрывались, по миру перемещались громадная масса людей, скопления на границах. Это тоже беспрецедентный ход, беспрецедентный опыт. Я бы ответил так, что Украина, конечно, пока она не станет страной с задачами, я повторял это весь 20-й год, называл это амбициозные задачи, хотя бы стратегические задачи. Действительно, точка невозврата может быть в любом из следующих годов, потому что в этой стране нет смысла делать какие-то большие проекты, стратегические проекты, не укладывающиеся в какие-то узкие прокрустного ложа интересов, сил, которые нас окружают. Опять же, связываясь с прошлым вопросом, возможно, что появится такие люди, которые могут изменить ситуацию. Все зависит от самооценки. Мы поймем, что у нас нет другой страны. В конце концов, прагматически полезнее созидать что-то здесь, потому что там, за границей, за границей нашей страны, мы можем найти рабочее место, можем найти место для своей семьи, но реализоваться полностью глубоко, ну, наверное, из 10 человек сможет только один, и то, если он айтишник, или физик, или биолог, понимаете? А если говорить о полноте самореализации, то своя страна является наилучшим местом, потому что ты же заходишь и в историю этой страны, ты как человек, живущий в районном центре, в областном центре, в большом городе, ты созидаешь вокруг себя пространство, которое будет после тебя продлеваться поколениями, и ты будешь частью чего-то. За границей человек лишен этой возможности, за редким исключением. Поэтому точка невозврата будет зависеть от того, появятся ли здесь люди, которые будут играть по другим правилам, которые не согласятся с той ролью, которую нам уделили сегодня, и на которую соглашаются сегодня украинские элиты. Я не пророк, я вижу, что есть совершенно разные сценарии развития. После этого года, когда все эти прекрасно образованные мальчики и девочки, часть из которых я знаю лично, наконец пришли к власти по поводу новых лиц, молодых и так далее, я вижу, что кроме лозунгов они ничего не усвоили, и кроме вещей, как жить в социальных сетях. Они продолжают быть народными депутатами, но не могут, чтобы не быть блогерами. Поясине, депутаты блогеры. И мы видим, что это тоже не оправдало себя. Тогда возможно какие-то группы людей, возможно какие-то движения, партии, ценностные движения, которые возьмут на себя эту ответственность и смелость. Я понимаю, что это сложно, потому что у нас очень узкий коридор для таких решений. Нам могут просто не дать. Но опять же, для меня в этом не смысл. А если этого не делать, тогда мы постепенно дрейфуем в такое гниющее болото. Будем поставлять людей в другие регионы. Причем я не говорю сейчас о Европе и Соединенных Штатах. Я смотрю, что за эти 30 лет многие страны проделали очень серьезный путь. Вьетнам, например. Я не говорю об Индии, Китае. Нет, я говорю о странах, которым что-то удалось в последние десятилетия. И пример их тоже нужно изучать. Некоторые африканские страны им тоже кое-что удалось. Я думаю, что, во-первых, нужно изучить банк вот этих успехов этих стран. Как им это удалось? Как там действовали элиты? Какие решения они принимали? Пока у нас об этом не пишут. Нет такой задачи. Так это по поводу но в будущем, если глобально, более глобально отвечать на ваш вопрос, в будущем я вижу условность национальных границ. Видите, мы не решим проблему центров и периферий, мест более благоприятных для жизни, менее благоприятных, потому что всегда будут национальные интересы, пока будут эти границы. Мне кажется, что мир будет двигаться в сторону, как это ни странно, в 2020 году звучит, условности границ. Как жила Европа до Первой мировой. А при условности границ мы спокойно существуем и считаем своим не только тот фрагмент, в котором мы живем. Я сейчас специально с собой противоречу. В рамках нынешнего представления о мире, где есть национальное государство, лучше себя реализовать дома. И если ты не слишком такой гений, который может за рубежом это делать. Но если мир будет идти в сторону снятия этих границ, тогда и правила игры поменяются. Немножко сложно для конца беседы, но все-таки. Я считаю, что государственные территории это прошлое. Национальное государство это прошлое. Как бы те интеллектуалы, которых я публиковал и комментировал, французские, немецкие, польские, считали, что нации и так далее. Я считаю это условность, потому что каждая страна, каждая нация, если посчитать ее историю, посмотреть, она жила в разных границах на протяжении каждого столетия, постоянно менялись эти границы. Мир это условная граница. Ближний Восток это условная граница, сделанная европейцами после Первой и Второй мировой. Африка это условная граница, прочерченная европейцами. Америка это также условная граница, потому что там были завоевания, покупки и так далее. Границы Они несправедливы, они условны. Но чтобы мыслить себя в другом мире, ну, для этого нужно, конечно, представлять то, куда мы идем, что мы хотим. Но я уверен, здесь я оптимист, что, возможно, к концу 21 века вопрос о границах стоять не будет. Они противоестественны. Для современного глобального человечества границы противоестественны, потому что они основаны на ложных концепциях и на ложных практиках, которые создавались путем несправедливых перераспределений войн, дроблений и так далее. Потому что вопрос, чей Львов сражает нас на повал, потому что мы привыкли, там, Франция, ну да, понятно. Но Британия уже непонятно. Голод в Ирландии в 19 веке, конфликт из Шотландии. Мы привыкли видеть Британию как нечто единое. А изнутри это разные миры. Точно так же, как в Бельгии разные миры. В Германии были разные миры. Между пруссами и баварцами было расстояние больше, чем между пруссами, пруссаками и там соседями, северными соседями. Это разные народы. Бавария и пруссаки – это разные народы. Сегодня это единая Германия. Это я немножко расшатываю привычный взгляд на мир. Все границы условные, все страны условные, исторические и приходящие. Нам нужно строить то, что неприходящее или, по крайней мере, долгоиграющее. А это люди и человеческие отношения. Вот мы этими занимаемся сейчас в онлайне. Ну, последний вопрос. Спасибо, Андрей Легович. Я напоследок задам вопрос, который беспокоит. У нас еще есть вопросы. Я хочу всем сказать, что мы не успеем, конечно же, ответить. Один-единственный вопрос. А все остальные, пожалуйста, отправляйте нам на электронную почту. Мы постараемся вам ответить позже письменно или, может быть, отдельно запишем видео. Андрей Легович, есть желающие получить системное образование по философии. Очень интересуется, где это можно сделать в Украине. Если вы хотите получить систематическое образование, у меня вопрос, стоит ли идти в университет, если философский. Вот поэтому мы сейчас и думаем, как с помощью тех же университетских профессоров или других людей, хорошо образованных, выстроить что-то альтернативное. Ближайшие 5-6 лет, возможно, или 2-3 года. Университет – это долго. Тут я мог бы говорить, видите, вопрос глобальный. Давайте так, с двух сторон подойду. Я недавно общался с магистрами и сказал им то, что им преподают за 6 лет в университете. Что нельзя вне университета сделать. Вот давайте скажем, что нельзя вне университета. На площадках таких, как мы тут, на ОТЮМ и так далее. Это длительное вживание в определенные словари, тексты, системы. То есть вживание – это долго. И студент философского факультета набирает незнаний там. На самом деле они все забывают, уже заканчивают бакалаврат, и все забывают, все дисциплины. Но в них остается вот эта вот погруженность в словари. К ним надо привыкать постепенно. Мы учим иностранный язык. Нам говорят там за 2 месяца, за год английский, немецкий, французский. Ничего подобного. Это долгое вживание. Поэтому этого не могут дать образовательные площадки. Но минус университета. Это все долго и неэффективно. Люди получают словари, но не знают, что с ними делать. Сами не самостоятельно выстраивать не могут ни исследований, ни пунктами выбирать какие-то направления и так далее. Потому что в университете большинство студентов демотивированы. Это минус университета. И это заражает вас. В онлайне это не так заметно. Но когда вживую, например, вы поступили в университет, у вас есть горячий мотив и так далее. Но вас окружает там группа 40 человек. Из них 5-6 хочет учиться. А там 35-34, ну, вам каждый день говорят, а что нам это даст, сколько мы будем получать, зачем нам вообще все это нужно. Это вообще не имеет никакого смысла. И хотя все это глупость, но они вас пропитывают этим. Это не индивидуальный подход. Вы не можете развернуться. Это очень сложно. Поэтому, отвечая на вопрос, ну, я сказал бы так. Моя рекомендация теперь практическая. Я думаю, что сейчас есть хорошая новость в том, что на магистратуру поступают люди не из философских факультетов. Я уже как преподаватель сталкиваюсь с этим 3 года подряд. Поэтому у вас есть первый план. Вы можете закончить что угодно. КПИ, технические специальности, естественные науки, что-то еще. А поступить на магистратуру. В Могилянку, в Красный корпус университета. В Красный корпус, конечно, я патриот своего университета. Или в УКУ, или еще куда-то. Тогда у вас будет всего 2 года. И вот те годы, где вы готовили себя на таких площадках, как у нас с Евгением, вы можете потом эти 2 года использовать интенсивно, выбирать тему исследования, выбирать научного руководителя и общаться дальше с такими же площадками, подбирая то, чего не хватает в магистратуре. Это первый вариант. Есть и второй вариант. Уже аспирантура. Вот у меня есть как раз отюм Александр Калиновский. Вот он поступил в Красный корпус, в аспирантуру, чтобы написать исследование. Тогда это следующая фаза. То есть вы можете поступить на магистратуру, проучиться 2 года. После этого поступить в аспирантуру, чтобы написать исследование под руководством профессора. У вас будет и систематичность, и вы сохраните время. Вот мой практический совет. Если вам 17 и у вас есть запал и выдержка, поступайте с первого года в бакалаврат. Учитесь там 4 года, поступайте в магистратуру, потом в аспирантуру. Если вам больше лет, вы зрелая активная личность, сами много занимаетесь самообразованием, поступайте в магистратуру, учитесь 2 года, и если вам дальше будет интересно, пишите под руководством профессора потом кандидатскую диссертацию, исследование для снижения. Какое вам интересно. В магистратуре вы получите тоже какой-то набор дисциплин, вам будут читать, плюс напишите магистрскую работу и получите там диплом магистр. Это один момент. Второй момент. Есть такие площадки, как Институт Фома Клинского в Киеве. Я там преподавал 20 лет. Туда тоже можно ходить, совмещая, например, отиум с Институтом Фома Клинского. Тогда это другой компромисс, другой симбиоз. Активных площадок, таких как у нас с Евгением, и точечное общение с Филоненко, с Рафеенко, с другими специалистами, с Дарьей Зиборовой. И по вашему выбору, потому что там вольные слушатели в Институте Фома Клинского предоставляют пакет выборочных курсов. Если вам неинтересны все дисциплины по теологии, вы выбираете две теологические, по-моему, и там какие-то гуманитарные блоки. Но там вечернее образование, если вы в Киеве. Например, с 6 до 9 вечера. Это еще одна такая площадка. Там преподают лучшие преподаватели могилянки, университета, львовских вузов. То есть там поляки, итальянцы. И практически это почти ничего не стоит, там очень условная оплата. Но тут тоже нужна выдержка, вы можете выбирать дисциплины и так далее. Вот я вам предложил три бизнес-плана. Спасибо вам огромное. Спасибо слушателям, зрителям за вопросы. Я понимаю, что какой бы вы повод не указывали в названии встречи, там будет о итоге года, там, я не знаю, турецкие каникулы, что-нибудь. Все сводится к фундаментальным вопросам Андрея Олеговича, потому что сегодня философ это всегда еще и учитель жизни. Тем не менее, нам кажется, что мы смогли выделить главные тренды, главные события года, побеспокоиться по их поводу и с некоторым оптимизмом, несмотря на это, посмотреть в будущее, рассчитывая на то, что все все неживое отомрет, а жизнь проторит свою дорожку таким образом, как нам, может быть, сегодня еще и представить нельзя. Вы согласны, Андрей Олегович? Давайте закончим наш все творческие, любящие, увлеченные люди в состоянии все изменить, даже в ситуации безнадежной. И еще я хотел бы отдельно выделить ваше сообщение, которое я принимаю лично, это то, что с вами одного поколения, сейчас мы становимся самыми старшими и ответственны за то, что происходит в большей степени на нас и на том, какой выбор мы делаем каждый день, либо в сторону комфорта и безопасности, либо в сторону отставления тех ценностей, которые значимы для нас и которые мы хотим оставить своим детям и, наверное, внукам. Поэтому я бы выделил еще этот момент в нашем разговоре. Еще раз спасибо всем. Спасибо, Андрей Олегович. До свидания. Спасибо за вопросы. Простите, что долго и затянуто, но уж вопросы были фундаментальные. Если бы вы спросили там, моя любимая книга, мое любимое стихотворение, ваш любимый танец, ваша любимая музыка, я бы быстрее отвечал. Но у вас вопросы были фундаментальные. Ну, спасибо большое. Мне было интересно на них отвечать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok